На всех случаях тыкаем еще локальную запись. Всем большой-большой привет, кто смотрит это в записи, потому что матчи обещают быть очень интересны. Сегодня у нас евроквалификация на международный турнир голд, и на этой евроквалификации присутствует 6 из 8 наших игроков. Сегодня две квоты. Гуфовский, говорят. Ну, е-мое. Снова гуф. Сейчас, секундочку, что-то нехорошее. Ладно, в всякий случай нашим отписался. Короче, смысл в том, что играют сильнейшие варкафтеры Европы. Их пока что на данный момент 8 человек. Но самое главное, что... Сегодня-завтра определятся все двое, которые поедут в Шанхай и будут сражаться за главный приз. Со всеми остальными. Главный приз там 80 плюс тысяч долларов. Очень серьезный для варкрафта. Итак, паладин и рифлы. Паладин и рифлы. У Тарзейна. Конечно, паладина апнули. Паладину апнули, ну, чуть раньше скорость перемещения. Ему апнули ауру, которая теперь, кажется, классически 2-4-6 наработает. Ох. Добивает хорошо. Койлом отлично. Рифлы очень сильно страдают. Как же... От Мурлока. Смотрите, какие они биты. Надо подлечить кого-то из рифлов, ну. Пошла аура. Причем он играет не через диван лечения, а через ауру. Койл минус Мурлок. 2019 год. Паладин и рифлы против Андеда. Паладин и рифлы. Паладин и рифлы. Паладин и рифлы. Паладин и рифлы. Я пытаюсь это переварить. Идет экспанд. Ну ладно, без... Без экспанда положим сложно. Но тут, правда, сразу, смотрите, у хэппи стоит вард. Психованные стратегии какие-то. Подходит зари. Сеточка. Ой, неприятно как. Добил. Добил хэппи койлом. Огра. У него уже два с половиной, почти третий уровень у него. Пытается манипулировать Тарзейн, фокусить, ну, чередовать, короче, атаки, чтобы сложнее было кинуть койл. Но хэппи кидает очень четко койла. Пошел экспанд. Рифлы и паладин. Да. Пошел эксп... Тут Т2, естественно. Очень странная застройка, но он как бы... Какая есть. Рифл пошел, отвел он, смотрите, рифла просто отвел нафраво. Как будто играет, знаете, как какую-нибудь раннюю версию Баррика. Потому что вот это абсолютно не мета. Текущее. Ну, уже получается мета. Как же классно контролит императора. Вы посмотрите, как он мансит, как он блочит, пока ДК не пришел. Наказывает этого разведчика здесь. Лечение. Ой, какие же битые рифлы. Какие же битые рифлы. Что же делать-то? Да, кажется, хэппи все-таки тут... Руководит всем процессом. Очень битые рифлы. Лечение всего лишь одно. Маны у Палыча очень мало. Пытается окружить, и Лич подходит уже. Лич, Лич, Лич. Почти окружил. А где новое? Мы будем новое делать. Магическая вышка не доделывается. Отменяет лавку. Ой, какая новая. Пошла новая первая рифла. Скелеты. Лечение от Паладина последнее. Больше маны нет. Нет, кажется, продавит. Хотя ополченцы прибежали. Может быть, и не получится. Отменяется магическая вышка. Скелетом давит рифла, но успевает. Так, 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 так. Новый, 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 новый. Прям в кучу сюда можно новую кинуть. Отличный Койл. Еще одна новая минус рифл. Нет, пока хэппи вообще великолепный. Отконтраливает. Просто без каких-либо шансов. Сейчас бы не попасть в окружение. Еще минус Райфлмен. Хэппи на пофиг убивает магазин, который чуть не доделал... Да все вроде, чего? Что он здесь делает? Сейчас еще обсидианка подтянется. Все, и... И начнется совсем беда. Регенерируются маны и жизни. Перекликивает обсидианку. Та работает за двоих. Пока никого не потерял. Получая третий уровень. Да, ГГВП вообще... Блин. Торзину, конечно, респект за такие смелые стратегии. Но Император его просто ушатал. Просто ушатал. Все просто красиво. Красиво расконтролил. Ну, начало было очень неудачное. Потому что... Потому что Койлом подобивало. Если бы был там Палыч третий. Была бы совсем другая история. Торзин, говорит, не трон. Сказал, что видел мою игру Палы против Хэппи в ладере. Видимо, понял, что Хэппи не понимает, как это контрить правильно. Блин, не трон. Но... Может быть... Я не знаю. Здесь вроде было пока что все очень четко. Хаптор 2. Нейтрон законодатель мод. Друзья, в чате задержка. В смысле, на трансляции задержка. В... Три минуты, поэтому... Комментарии не актуальны. Да, Велдрок. Тот самый Торзин, который в Старик играл. Затеран в Форде, да? Да, да, да. Но обычно, если человек играет за Альянс в Варкрафте, он будет играть за Терранов в Старкрафте. Ну, поехали. Посмотрим, будет ли Торзин сейчас пытаться... Нет, на этот раз он решил не играть, потому что сразу пошел ставить алтарь. Но опять же, спасибо ему за разнообразие, потому что... Ну, кто вообще на про-уровне играет через паладины и рифлов? Это... Что это? Так что, скорее всего, здесь мы увидим... Первого Архмага и... И стандартный Криппинг. Может, наш паладин вообще не играл в Аркад с первых Херси? Не-не-не-не-не. Так, не будем отвлекаться на чатик. Хотя у вас там комменты интересные, но они просто меня возвращают в прошлое и... Сложно привыкнуть. Давайте чатик даже перенесу вот таким вот образом. Жух, смотрите. Оп, красиво. А, слушайте, наверное, паника, связанная с тем, что стрим упал, основана на том, что он пропадает на 2 секунды, черный экран становится... Ну, только картинка, потому что, ну, альтап идет. Ошибка в том, что нет башен. Да, да. Магическая вышка больше помогла, конечно. Видим Архмага. Видим Деку. Будем болеть за Императора, конечно. На Голде наши традиционно хорошо представлены, но никогда не было скромного стримера Дмитрия Костина. А шансы у него хорошие. Выходит АМ. Акалит блокирует до конца. Что творит? Вы посмотрите. Акалит. Еще планирует... Планирует добивать Архмага, если ему позволят, конечно. Нет, Архмаг отвлекается по полной программе на него. Да ладно! Ой-ой-ой, он мог. Он мог, если бы чуть-чуть раньше. Красиво. Представляете, Акалитом добить первого Архмага. Как обидно. Пара скелетов и пошел Харас. Удар Койл. Ох, шикарный Лем. Торзин, как он контроливал. Вы видели? Как он контроливал сейчас? Он вызвал Лема таким образом, что хрен выйдешь. Правда, Хэппи уже огрызается на него. И уже скелеты там сбоку подблочили Архмага. И вот уже у коня проблемы со здоровьем. Войска вступили в бой. На город напали. Слушайте, Блэксмирс довольно наглый такой ранний. Ну, хотя, почему ранний? Нет, стандартно подрифлокайстеров Блэксмирс. Может, он решил просто подзастроиться здесь. Хотя в магической вышке очень не хватает. Видите, один скелет. Убивает одного рабочего. Еще парочку вызывает. Ну, вот отсутствие магической вышки, конечно, сказывается. Тарзейну... Тарзейну крайне сложно отбиваться здесь. Архмаг крепится урывками. И он успеет, кстати, этого Мурлока, наверное, выбить. Да, уже успевает. И еще минус рабочий. Прекрасно хэпич харасит. Закупил новых скелетов. А им тем временем два с половиной. Очень битый элем, вы посмотрите, какой идет. Но это надо, 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 надо колиться. Ах, не успел. Пытается хэпич поджать элементаля. Прекрасно поджимает. Но, к сожалению, триггерятся еще нейтралы. Но они не такие жесткие по урону. Больше тут бесит, конечно, Архмаг. Решил даже Куэлл потратить, чтобы не дать возможность Архмагу добить. Войска вступили в бой. А я некрасиво обрезан. Блин, что же вы делаете со мной? Ну, пока все ровно. Пока все хорошо. Тогда делается Т2. Пытается сейчас вот вписаться, чтобы этого большого Кобальда не отдать. Добивает сначала элементаля. Крайне битого. Потом врывается скелетиками. Гули не хватает. Ну, тут гулик, в принципе, маловато будет. Не на кого рассчитывать. Ой-ой-ой, мимо футмена пробегает хэпич. Очень много теряет по хп. Войска вступили в бой. Слаттерхаус. Да, очень нужен второй левел. Нельзя отдавать этого Кобальда сейчас. Тем более он достаточно плотный, как видите. А тут не очень много урона. Да, все-таки гулик с собой берет на поддержку. Парочку хотя бы. Тянет время до леча. Архмагу, конечно, тоже хочется его забрать. Что, зря я его укрепил, что ли, здесь? Вся очередь, Тарзейн тоже ждет МКУ. Так. Мнется Тарзейн. И решает все-таки рашануть. А там уже лич. ДК. Нова, второй уровень. Добивает. Забирает кольцо. Прекрасно доминирует хэпи. Все, пока собрал. И фута убил. И второго убил. И кобальда убил. И артефакт подрезан. Кажется, добил еще элементали. Просто выстрелом леча. Но нужно быть осторожным, потому что уже потянулся мотанкинг. Зря потратил молоток, конечно. Не было же Вижена там все равно. Можно было успеть, когда замахнется уже ДК и полетит Койл. Ну ладно, Тарзейн. Видимо, знает, что делает. Идет ставить, по крайней мере, чистить эксп. Останавливается на Т2. Судя по ресурсам, он действительно будет ставить эксп. Ну а хэпич выходит в Т3. Ждем дестроеров. Какой неудачный. Лайфинг щелд. Что тут выпадает. Высосуни маны. Войска вступили в бой. Так, третья обсидианка играет на дестроеров. Что-то за замахи были странны. Вы видели ДК несколько раз. Останавливался. И снова атаковал. Насколько я помню, в четвертьфинал у нас БО-3 получается. Могу ошибаться. Войска вступили в бой. Так, проверил хэпич эксп. Тут стоит грамотный прист и грамотный райфл, который не дает. Просто так харасит ерундой какой-нибудь. Разделился еще. Классно. То есть Тархмак третьего уровня контролит перемещение вражеских героев. Ну и армии, собственно, этой. А МК крепится просто. С остальными. Блин, грамотный Тарзейн, конечно, очень грамотный. Это будет третьим МК, между прочим. Очень шустро крепится Тарзейн. Против рефлокастеров выбран Жук. Третьим героем. Пошел первый Дестер. И, похоже, сейчас будет Крипджек. Крайне сложно этого Голема забрать. Да, уже там третьим МК идет. Ой, опасный момент. Очень опасный момент. 50 лимита на 43. Плюс там экспант работает. Слушайте, а тут вообще сложновато будет. Хэпич что-то. С чем он сражается? Молоток. Фокус. Где МПЛ, не могу понять. Выбирает момент, чтобы МПЛ юзнуть. Абом с болезнью. Койл только первый. Ничего себе, доминация какая. Первый Койл, понимаете? За каждого, за каждого юнита борется Хэпич. Но Тарзейн играет просто прекрасно. То есть он все сделал четко. Он прокрепился, он отбился от Хараса. Ну, кое-как отбился, но отбился, ладно. Потом поставил эксп. Разделил тактически грамотно войска свои. МПЛ не очень удачный от Императора. Да простят меня Акалиты. Баш еще сверху прилетает. Как бы отсюда не пришлось улетать на телепорте. Лич очень битый. Молоток в лича. Койл. Еле-еле спасает. Но не факт, что спасет. Телепорт передает личу. Его нужно телепортироваться. Хэппи там баш. И прожимает. Телепорт Император. Успевает добежать. Ё-моё. Посмотрите, что творит Тарзейн. Он еще попытается дособирать всех големов. Выходит из лимита. Сейчас на развороте будет пытаться сражаться. Да, уже больные рифлы. Но тут минус голем. Целебное зелье. Импел великолепный. И подтаскивает. Смотрите, ворует. Ворует большой бутылок жизни. Ооо. Вот это контроль. Прекрасный контроль. А бомбы хорошо давят. Минус прист. И новая. Хорошая новая влетает. Минус райфл. ДК наконец-то третьего уровня. Со вторым койлом. Очень заряженный такой Малтон Кинг. Он понимает, что все плохо. И телепорт... Ой, какой переломный момент. Вы видели? Фух. А было все очень и очень. Войска вступили. Так, хэппио вроде возвращается. Отличный МПЛ. Отлично подрезал артефакт. Сейчас главное чуть-чуть подкрепиться. И сразу идти уже в... Сразу идти дальше. Торзин мега агрессивно играет. Он не дает очухаться. То есть он как только стрепортировался, сразу в бой. Проверил. Увидел Акалита. Акалит ловит молоток. Но пока... Хорошо не Крипджек. Понимаете? Пока там убивают Акалита. Мы получаем второй левел. Мы забираем артефакты. Правда, у нас телепорта нет. Ой, опасно. Тут можно остаться. Перегруппировается. 59 лимит на 59. Неплохой импейл. Ну вроде держит напругу. Еще два бомба выходят сзади. Больные. Импейл. Еще есть мана на импейл? Тут там уже такой импейл зарядить было. Неплохой. Ладно, все равно. 5 человек станет. Хорошая нова. Минус райфл. Ну не, вроде давит император. Все больное. Молоток в обома. Койл в обома. Отлично контролят. Не хватает, правда, уже маны. Не на импейл. Хотя вот на новую есть. Бутылек бы передать. Падает... Правда, обома. Один. Возможно, упадет второй. Дестройер не успевает диспелить элементарии. Хэппи пытается перегруппироваться. Подходят новые обомы сзади. Еще минус обом. Еще минус 2 рифла от новой. Великолепный контроль. И скоро накопятся маны на второй... На третий импейл. Да, есть импейл. Очень битый маутен кинг. У него, правда, есть маны на да, гг. Ооо. Какой контроль сумасшедший у хэппи. Вы смотрите, что он творит. Классно. Классно. Классно, классно, классно. В определенный момент ситуация была очень плохая. То есть, там 43 лимита на 59. Герои 3-3 против 2. Наверное, 1-1. И тем не менее, император справился с поставленной задачей. Очень круто. Там в стриме только хэппи... А, нет, есть. Хавк еще играет. Давайте попробуем его посмотреть. Ну, а Хавк тоже смотрит именно... Нет. Хавк не смотрит. Хавк играет. Вопрос, он Ладдер играет? Или все-таки свой матч там параллельно, не параллельно? Не, Хавк с Плиззом должен играть. Да, давайте посмотрим на эту игру. На Хавк с Плиззом. Так. От первого лица, правда, от Хавка. Но в этом ничего плохого нет. Да, удобно, конечно. Что в 2019-м наконец-то можно... Томов экспириенс. Еееее. Повезло. Вот реально спрашивал товарищ, например, сегодня, как научиться играть в Warcraft. Типа он играл в Starcraft, Варик не умел. Точнее, не умеет и не знает, как ему научиться. Материала полным-полно. То есть, заходишь на ГГ, смотришь, там стримит Хавк, стримит Фоги, стримит Хэппи. Пожалуйста. Выбирай себе расу по вкусу. И смотри. Смотри и учись. Тебе это мои сразу. Я от первого лица. Демки никакие скачивать. Ух ты! Ну, опасно все равно тут было окружать, привлекать, по крайней мере, Архмага к окружению. Вызывает элементали, хорошо. Отконтроливал еще ополченцев таким образом, что они не... Ну, никто там не помер, в общем. Хорошо отконтроливает Хавк. У него вообще микроконтроль после вступления в MTV. Ну, после того, как он вернулся к активным тренировкам, прям вот прям к активным тренировкам. Стал заметно лучше. Арканка пошла. Классический с пару билдом. Реально будешь выманивать. Тут можно же этого большого заманить. Да, окружить и убить. Он сверху не выйдет? Ай, он справа выйдет. Блин. Это ошибка, конечно, по микро. Сейчас он будет бегать бесконечно, блин, туда-сюда. Из него выпадает просто очень классный артефакт. Со вторыми элементалями, конечно, можно было бы. Да, я чуть не проспал, красавица моя. Я тебе позвонила, а потом говорила, а вдруг к семье. Ага, вдруг к семье. Понятно, спасибо, спасибо. Усыпела мою бдительность. Говорит, отдыхни, полежи. Ой, какая ситочка попадает на всех вот мэнов. И вот сейчас, смотрите, вот эти вот, вот эти половины хп он мог абсолютно спокойно снести, если бы правильно все окружил. Изначально. Не распределял бы дамаг, а окружал. Жалко, и он достается. Ну как жалко, ладно, это Плизу. Плиз это тоже наш отечественник, причем он достаточно олдскульный. Это игрок из Москвы за эльфов. Совсем недавно вернувшийся в Warcraft. Так. Ну да и да, и там остатки на этой точке. Я вот не знаю, это первая игра или вторая, кто смотрел. То есть по времени, в принципе, это уже вторая должна быть игра. Но счет-то мы не пишем. Это же... Раз уж стримеры не пишут, не всегда пишут счет. Че там игрокам-то? Ага, уже 1 на 0 ведет, там серчер пишет. Причем, учитывая задержку в 3 минуты, он прям... Молодец. Все такое битое. Ага, экипер начинает харасить. Ополченцы пошли, рифлы прикрывают, и основная армия возвращается. Пытается отконтролить хошка. У него вышка не доделалась. Первый рабочий падает. А ситка прям в самую кучу выпадает. Ай-яй-яй-яй-яй. Пытается подрезать. И подрезает, кажется, одну Арчу. Плис не сдавался, кстати, мог... Хотел добить Арчу эту последним ударом. Архмаг 4. Ну... Двое рабочих погибло. Это неплохой размен, особенно учитывая то, что пала Арча, но... Там не все красные. Если в следующий раз прибежит опять какой-нибудь харас, то будет отбиться крайне сложно. Видите, как я краснючая, они там стоят. Сантривард. Хорошо. Для маленькой карты вообще отлично. Сразу ставит один на проходе. Я проснулся без будильника в две минуты и вскочил, как этот... Как почувствовал, что там варкафтом запахло. Ой, хорошо. Казни ловцу. Ну, там, скорее всего, Т3МГ. Текущая мета. Подкрепил здесь уже. И рядом крутится, посмотреть. Ах, еще... Еще вард отменил. Как он понял? Молотком пытается... Подзамедлить. Диспл очень хороший, как видите. Энты пошли. Диспл был быстрый на энтов, но присты были не рядом, поэтому он отменил один из двух диспеллов. Да, надо крепиться, подставлять элементарий. Все очень, конечно, быстро, четко делает. Энтхавка, загляденье. Смотришь за игрой. Максимальная собранность у меня, правда, подлагнула сейчас еще. Да, е-мое. У меня ГГ-то почти никогда не лагает. Это самый ответственный момент. Я начинаю подтормаживать. Безобразие, безобразие. Куда смотрит администрация? Серьезно. У меня... Я не помню, когда последний раз исходная лагала. Простите, немножко мыла добавилось. Выпадает артефакт. Вампиризм совсем не нужный в такой ситуации. Вообще он редко нужен, Альянс. И сзади может быть Крипджек. Первый Монтан Джиант. И та он пошел. Диспл, диспл. Пытается отвести, отконтролить рифла. Рифл крайне бит. Не успевает он его отвести. Увы. Еще один МГ. Провоцирует на таунты. Простит меня. Простят меня зрители. Новые виспы. Диспл, диспл. Пытается развести АТМКИ, чтобы не всю ману сожгли. Там МГ прям самой кучей рифлов. Выпил какой-то бутылек жизни. Судя по всему, большой какой-то. Пытаемся АТМКИ задисплить. Хороший диспл. Вроде гонит нормально. То есть подрезает арчей. Сильно сам не теряет ничего. По сути, ХАВК здесь от контроля просто великолепно. МГ такие. Непонятно, что с ними делать. Пока там инерфаера нет. Пока рифлы не сильно грейжены. Ну, по урону, по крайней мере. Они наносят совсем немного урона. Хотя, если нет поддержки, то и МГ тоже особо не представляют угрозы. Потому что они же не наносят так много. Ну, то есть, сами по себе, на такой лимит они маленький ДПС наносят. Падает Райфл. Там делается Касл. Второй барак. Когда-то молоток бы уже будет. Такие битые герои. Баш. Ох. Прикопка. Став хороший. Передает инвул. Смотрите, от первого лица заглядение, да? Сразу все. Весь контроль, как на ладони. Как там дисплейлиться? Как там фокуситься? Как там отводиться? Передаются предметы. Классно. Принудительно сейчас Престом начал лечить. Так, доделался у нас Касл. Бовца тупая. Убили. Сам идет на фонтан, крипится. Не секунды покоя. Постоянный криппинг. Либо война, либо криппинг. Паладина ждет. Что там выпало опять. Надо посмотреть. Подвисло, подвисло, подвисло. Вот этот предмет по-полезней будет. По крайней мере, хп добавится. 50. Да что ж такое? Нереально лагает. Это не к добру. Такое... Что-то у меня с интернетом. До нагрузки посипа это по сайту нет. Серьезно. Это что-то у меня локальное. Надо, наверное, переключиться будет на второй инет. После этой катки. Да, ешки-матрешки. Теперь ты нас понимаешь. Я вообще горю. Так, паладин выходит, его прикапывают. Телепортироваться. Но хочется для начала выбить артефакт, а потом же тпшится. И что там? Ботинки скорости. Ай, ну паладина это стоило. В самую кучу тпшится. Виспы рядышком. Сразу берет ополченцев. Хороший молоток. Прикопка. Начинает фокусить МКУ. Это самое неудачное, что можно придумать. Учитывая то, сколько у него там артефактов и какие они. Да, здесь хав должен отбиваться абсолютно спокойно. Диспл моментальный просто на прикопку. Посмотрите, как контролит шикарно. Еле живой убегает алхимик. Четвертая МК. Первый рыцарь уже появляется с колоссальным, конечно, уроном и по арчам, и по маунтанджиантам. Ну, учитывая то, что там экспанда нет, я думаю, что у хавка ситуация сейчас очень хорошая. А второй реген маны. Надо не выпустить, по крайней мере, одного маунтанджианта при помощи этого молотка от регеница маны. Выходит паладин. Там, конечно, став скорее всего будет, но вот окружить бы. Потому что не факт, что козел находится рядом и сможет быстро, да, он рядом находится и быстро телепортирует. Так, секундочку, я быстро кое-что сделаю. А, и вообще, вообще, я напрямую поключил. Ёшки, матрёшки, нет, это не мои. Либо мой провайдер, либо ГГМ. Надо, побежали дальше. Перетерпим, перетерпим как-нибудь. Пытается найти место, где поставить воркшоп. Что ж такое, постоянно просто лаги дропнулась даже. Ладно, давайте-то просят меня. Гудгейм овцы. Доск. Надо провайдера, короче, менять. Продолжается сражение. У нас 64 лимита здесь. Но преимущество хавка вообще очевидное. Падает, правда, конь. Но здесь сражение уже проходит на базе, на базе Плиза. Иннерфаер, лечение. Все герои живы. Единственное, что у Паладина проблемы. Его пытаются вылечить. Да, он уже не уходит никак. Четвёртый алхимик. Падает один за другим, Mountain Giant. Мы в следующую игру просто зайдем внутрь и все, и будем смотреть. Просто хэппи очень быстро разобрался со своими. Перегруппировывается, лечится. Мартирки там сзади работают. Ай, жалко, коня не успел задиспелить. Ой, стафф, 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 и как работают хорошо. Ну, твич поразительно хорошо сейчас у меня на этом провайдере, блин, работает. Злорадствовать некоторые злые товарищи в чатике. Ну, а хавк здесь дает... Ой, куда кунь побежал? А хавк вроде... Да, он здесь справится. Должен додавить. Экспанда нет. День еще. Для эльфа это очень плохо, когда днем происходят такие штурмы баз, потому что... Мунвеллы уже точно пустые. Лечиться негде. Медведей у тебя нет. Тут можно как-то отковыряться путем фокуса героя или невнимательности как-то. Да, выходит новые виспы, только один успевает задиспелить. Ману остальные умирают. Ману джианты без здоровья вообще начинают разваливаться. Минус один. Второе улетает на стаффе. Как же он контролит, а? Псих. Преста правда теряет. Но успевает и дисплейлить там, и откидывать молотки, и фокусить, и отводить. Красиво. Еще на халяву лечится, видите, на фонтанах. Отправляет как надо. Коней. Ну и давит уже. Минус лорница. Опять выходят энты. Тут же диспелятся. Не полностью, правда. Но сейчас вот полностью, да. Регенерируется очень хорошо мана. Алхимик сейчас может умереть. ГГ, ВП. Да, 2-0. Но вполне ожидаемо. Хавк на самом деле выигрывает. Вполне ожидаемо он выигрывает. Надо понять, что мы дальше будем смотреть. И надо понять, делать ли мне стоп-старт. Или нет. Ждем следующий матч. Пойдусь, пропишу пару про фактических банов. Типичный в синевикам. На, тебе. Поехали. Так, по сеточке 2-0 Торзейн. Хавк 2-0 Плиза. Сейчас у нас будут играть Фоги против Джонни Кейджи. Кейджи Кэш против Энта. Аплодисменты. Это окон. Если у нас будет играть Фоги против Энт. Торзейн. Встреча с им. Энт. Торзейн. И квит. Энт. Торзейн. Торзейн. Санк. Торзейн. Посмотрим Скорее всего не пропустим следующую игру Надо только понять, что смотреть Фоги против Джонни Кейджа Или все-таки кэш против Энта Можно, конечно, запилить голосованием Все равно время есть Так Что смотрим Фоги против Джо Хейджа Не Кейдж Или кэш В С Энта Голосуйте В чатике есть голосование Я подозреваю, что большинство будет все-таки за Фоги Потому что он более узнаваемый Но с другой стороны мне это интереснее на самом деле кэш против Энта Во-первых, потому что там больше интриги Во-вторых Там Наверное, последний получается Не СНГшный То есть Тарзейн уже отлетел Если Энта еще отлетит То это будет торжество Просто СНГшном Варкрафта Йоэмба Рейс просто пишет Плис В чатике Привет, Плис Отвлекали нас, к сожалению Технические проблемы И местами чатик от вашей игры Да и смотрел я только с одной стороны Ну как и ожидалось Голосование первично выигрывает Фоги против Дженни Кейджа Это конечно не значит, что мы обязательно будем смотреть именно эту игру Потому что у нас в конце концов не демократия Но на самом деле есть же еще нижняя сетка То есть у Тарзейна вполне с Ну с Плизом в том числе Есть шансы на то, чтобы дойти еще до финала Побороться за квоту И это правильно Потому что 8 игроков и сингл эллиминейшн Если разыгрываются две квоты Ну синглом не обойдешься Потому что банально можешь встретиться с ТОП-1 Да, да, спасибо за стрим Спасибо тебе Мне тоже кажется Ну плиз Да, мне тоже так кажется Ну посмотрим, короче говоря Чебуран пишет, что Дженни Кейдж хорошую игру показал в приквале Будет интересно глянуть Сейчас получается, плиз Будет с Тарзейном играть, да? Катоши Слопок Фанбой Хэппи прибегает Пацаны, Император принимает участие Такой Все уже пропустил Все уже пропустил Я вот только не знаю Как они будут играть в верхней и нижней части сетки То есть Будут ли Будут ли ждать полуфиналит Или нет Финал винеров сначала ожидания Да нет, да винеров какой-то Во-первых, там еще не финал винеров Там полуфинал А Хэппи уже карта черкает Но они могут черкнуть заранее Но мне кажется, что они могут и параллельно играть То есть, вполне вероятно, что мы не будем смотреть Ни Фоги, ни Кэша, ни Энтони, ни Джонни Кейджа А просто Просто пойдем дальше смотреть полуфиналистов Ну, потому что там, очевидно, интереснее Субтитры сделал DimaTorzok Так, там дочеркались, please Они будут играть на тайме Эх Что же делать, а? Интересно, заходить или не заходить? Сейчас я уточню Если что, запрыгну в Катарзейну первую игру Короче, пока непонятно просто, кто где Когда будет играть А, Хэппи Хавк сейчас будет Ну, видимо, это со стрима Хавка Хорошо, тогда ждем Терпеливо ждем полуфинального матча Надеюсь, там у Кэша все получится Сор-один Ладно, я захожу в игру Блин, уже началась Класс А Хэппи Хавк играет уже Классно Пропустил игру Прекрасно Просто прекрасно Что ж, не подождали-то, блин, нас Надо, давайте попробуем посмотреть Посмотреть на Хэппи Чем Поехали Дадим еще разок шанс Давай, родные Поехали Будем смотреть от первого лица Хэппи Работаем Господи, что с майкером сегодня Ой, блин, как же мне Зато, видишь, я успел Успел все сделать I bow to your I gladly obey Where shall my blood be steal Thy bidding, master I bow to your My life for Nка I bow to your I wish only to save Да, ядрец. Возвращаемся в игру. Так, смотрим, короче, от лица хэппи. Я не понегодовал демону. Вроде организаторы российские, а вроде стримеры в игру не могут пустить. Ладно, смотрим. К задержке, с которой стримит хэппи, добавится еще наша задержка. Поэтому мы немножко опаздываем. Менеджмент гулей пошел так, проверил все, переставил. Встретился. А-а-а, у Хавка тоже тема с паладином. Новая мета все-таки. Все-таки это новая мета. Поставил вард. Для того, чтобы увидеть, когда начнется криппинг. Хорошо. Хандрад пишет, сейчас играется Хавк хэппи и Плэзитер Зейн. Вторая порция, одна четвертая, после них... Ясно, спасибо большое. Хандрад. За информацию. Криппет мелких мурлоков. Хочется хотя бы синего попытаться добить. Ох. Вы видели, как хорошо отконтролил Хавк? Там Койла не хватило. По урону чуть-чуть совсем. И там не хватило Койла, кажется. Да, Тарзейн играл значительно хуже в этом моменте по микро, чем Хавк. И если тогда у Хэппича уже был 2,5 по левелу... Ты сейчас, он не может 2 получить. Пошел Стретер Хаус. Заказан Лич. Перебензил, там точки сбора поставил. Ну, Хэппи, вообще, конечно, от первого лица контроль просто дикий. Тут же просто, тут же все проверяет. Сумасшедший микро. Не дает, во-первых, Криппет сейчас. Совсем не дает. Грамотно Хавка выманивает, чтобы было куда отступать, если что. Ай, сначала думал Койл кинуть, потом отменил. Думал Майн Геймс какой-то. Вот, хоть этого Троля добил. Нормально. Но со всеми остальными Криппами было все плохо. Выходит Лич. Хавка второй паладин. Там добивают они этого Троля. Специально, на самом деле, герой вырвался вперед, для того, чтобы отзонить вражеского героя. Палыч довольно битый уже. Учитывая то, что он без дивана. Может быть и... Стоит его пофокусить... Ну, Хэппи, конечно, еще раз обращаю внимание ваше на этот контроль. Дикий. Все через шифт профокусил. Там перепроверил Гулей. Взял... Сделал левелап. Разводит, еще так... Отводит финдов. Делает колл, отменяет его, потому что слишком рано пока еще. Хавка, кстати, не торопится, как вы видите, делать эксп. И стратегия, о которой говорил Нитрон, она как раз, видимо, подразумевает тоже фаз Т2 и второго героя, а потом уже экспан. Ну и налицо прогресс, на самом деле. Потому что, если на этот момент тогда Тарзейн уже еле-еле отбивался на экспанде, его скорее убивали, он не отбивался, его убивали. То есть сейчас... Как он отвел этих двух... Вы видели двух финдов? Причем отводит одного... Отводит двоих, а потом еще подводит... Ну, в смысле, доконтраливает одного. Ой, какой артефакт. Пайпа выпадает ему. Аура Архимага. У Андеда, это... Это очень опасный артефакт. Ранние три героя. Мега ценные. Мана у героев. Повезло, короче говоря. В это время Сентри Вард продолжает контролировать появление Экспа. Только докрепился, перегруппировался, сразу продолжает скриппинг. Причем не просто криппинг, он там все делает верно, фокусит, там артефакт еще прикладывает попутно в правильные слоты для того, чтобы потом использовать. Не, хэппинг какая-то машина вообще. Что? Купил, передал. Это иллюзия рифла. Там сначала паладин пришел иллюзий, потом рифл пришел иллюзий. Он просто псих. Побежал за арбой. Здесь, да, здесь уже свеженькие трупы. Надо на красную, видимо, бежать. Взял арбу сразу же, только на краешке пробежал мимо магазина и взял. Ага, вон где находится армия Хавка. Ну, готов сражаться, потому что есть арба, есть Т3. Там Бладмейдж! Бладмейдж вторым героем. Для мана Дрейна, очевидно. Высасывает ману УДК. Не хочешь, конечно, хэппи отдавать своего голема здесь на... Там рифлов в вагон. Наверняка там грейд на атаку, минимум один у них есть уже. Сетка пошла. Высасывает ману. Коэл опять Дрейн. Леч... Ох, как улетает финт. Обсидианку нужно доконтроливать. Еще одна обсидианка пошла рейнджерку заказывать. Ну, там банишь и лечение. Минус обсидианка. Слушайте, а тут как-то не очень все хорошо. Ой, Коэлнова фокус хороший, не успевает сделать лечение. Хавк телепортируется. Да, потеря Бладмейджа это было критично. Ой, как еще... И Хавк доконтролил хорошо. И Хэппи тоже с этими финдами поотводил. Ну, плюс, конечно, разменялся, учитывая потерю второго Бладмейджа. Конечно, для Императора это плюс. Ну, и еще ты теряешь, опять же, время, теряешь инициативу. Если Хэппи сразу после того, как противник стелепортировался, тут же забрал еще одну точку, то рядом с Хавком точек таких вот уже нет. То есть он должен добежать там. Ну, он может добежать до мастерской, но смысл в том, что он все равно теряет какое-то время. Ну, и плюс телепорт еще за 750. Поэтому... Как же красиво. Реально, я просто вспоминаю, как сложно было в свое время именно достать вот... Во-первых, увидеть такой высокий уровень игры, когда ты его видел каким-то макаром. Либо там на каких-то там лигах, если подсказывали вставки от первого лица. Либо если на лане тебе удалось посмотреть за топовым игроком. Вот. А тут как бы просто ты заходишь на сайт и просто включаешь и видишь вот такое. Это уровень высочайший. Это уровень международный вообще. То есть вот этот вот контроль, это... Это очень приятно смотреть. Тут много, правда, информации. Но если прям серьезно, ты не будешь идти на красную. Почему крипджека нет? Что? Он решил красную отдать? Почему? Я, видимо, не заметил, что там уже закреплено. Видимо. Иначе смысла особого нет. Скрулл оф зе бист. Начинается сражение. Рифла, смотрите, банишем спасает. Сало на палочу. Минус райфл. Ой, еще минус райфл. Нет, здесь ситуация очень плохая у Хавка. Просто пожираются скелеты и летают новая. Одна, вторая. Еще скрулл оф зе бист, конечно. А-а-а! И тут у нас нычка. Магическая вышка. Она тут же реагирует молниеносно. Заказывает Акалита и отправляет его на шахту, чтобы ставить свою базу. У него есть контроль еще на экспанде слева наверху. Такие правильные реакции, конечно, у него. Видели, да? Просто... Так точно, так быстро, красиво. Ой, опасный момент. Заходит магическую вышку, покусит. Но ДК остается без маны. Пытается тут каким-то макаром отконтролить финдов. Не, ну тут хэппи вообще больше. Причем так заметно больше. Сразу фокус по финду, он его тут же уводит направо. Еще заботится о том, чтобы ему никто не мешал. То есть отводит еще близлежащих людей. Койл хороший. Финда сразу, видите, повернулся кто-то на финда, сразу отвел. Финдов слева тоже, хоп, повернулся и отвел. Тут зачем-то второй раз шахту поставили. Там вернул бинт с некрополя, заказал Акалитов и поставил точку сбора на шахту. Вот это произошло в считанные секунды. Но затупил немножечко, да. 58 лимита, но разваливается хавк. Это видно уже, что она здесь разваливается. Очень битые рифлы. Огромное количество финдов. Скелеты были посланы убивать рабочих. Задумался император. На секунду там что-то... То ли перебиндивал, то ли еще что-то делал. Ну, в общем, такая секунда была тишины. Классно. Жирает еще скелет, но Дарк крутал только первым. Блин, вот как меня же расстраивают люди, которые, видите, на твиче. Вот не было бы задержки, этот товарищ бы мог спалить стнычку. Хэппи, у него вторая база справа. Видимо, он смотрит стрим хавка. Тоже, слава богу, с задержкой. И подсказывает. Именно для этого и делают задержку. Потому что некоторые люди, к сожалению, не думают. И нечестно себя ведут. Так, это у нас подлак. Так, пытается подразводить немножечко хавк. Но у него ситуация, конечно, очень плохая. Потому что он, наверное, еще не знает об экспанде... Экспанде хэппича. Телепортируется. Да, здесь слишком много рабочих умрет. Еще обсидианка может умереть. Да, поэтому решает разменять побыстрее ТП на ТП. Еще по возможности убить одного рифла. Убивает, рифла получает. Ловелап еще один райфл. Он не успевает добежать, чтобы стелепортироваться. Как же красиво играет хэппича. Еще по Зигуратам поставить. Хотя... Да, нормально. Я просто постарел, что у него недалеко до... До следующего Саплайна Зигурат не... Не для того, чтобы... Не только для того, чтобы получить еду, но и чтобы проще Акалитов защищать. Прибежит там какой-нибудь паладин в Соленово и все размотает, если не рубки не будет. Как же он контролит, а? Такой он просто ненормальный. Классно. Да, у Палыча была аура. Андейдовской. Понятно было, что... Ну, пытается сейчас, видимо, по героям. Став вынужден кидать на Бладмейджа. Появляется третьим героем Аутон Кинг. Пытается поймать грифона, ловит. Ну да, здесь можно выходить уже, на самом деле. Если бы Хавк знал, что там экспант, он бы точно вышел. Колоссальные потери. А Хэппи вообще просто продолжает давить. То есть он ни на секунду не останавливается, понимаете? Он просто постоянно что-то делает и не расслабляется вообще. Сейчас можно было выдохнуть. Типа, там, 4 юнита. У тебя эксп. Ты проверил его эксп. Не, он ставит еще один экспант для того, чтобы укрепить свое преимущество. Делает нерубку и тут же идет крепить соседнюю точку. Отменяет. Очень хорошая реакция по миникарте. Докрепливает деку до 6-го. Старается немножко не хватит ему. Но все равно это правильное было действие, естественно. Потому что надо... Ну, следующий там райфл умрет, у тебя будет 5-й ДК. 5-й ДК это... Это очень сложно, значит, убить других героев твоих. Просто полностью восстанавливает любого там. Что у рейнджа, там 650 хп, 725 уже на третьем. Что у лича, тоже 600 с небольшим. Так, ну и сейчас будет сражаться. Такое впечатление, что справа опять нычка восстанавливается у хавка. Хотя на какие деньги, я не совсем понимаю. Какой сайленс шикарный. Тут же фокус на Бладмейджа. Бладмейдж влетает на стаффе. Грифонов начинает фокусить. Закапывает финдов. Разводит финдов в разные стороны. Закапывает опять финдов. Койл нова в грифонов. Фокус продолжается. 5-й ДК. Перегруппировается. Назад Хиленвард ставит. Боится, что деку ему пробьют. Отводит деку. Фокусит. Сзади закапывает финда, потому что менты прибежали. Отводит псидянки, потому что грифоны бьют. Продолжает фокусить. Ну, он псих. Он просто псих, понимаете? Великолепный Койл. Он все видит. Великолепная нова. Просто прекрасно. Хиленвард. Снова закапывает финда. Фокусит грифона. Сейчас еще Койл превентивный, чтобы не убили с молотком, с лечением. Минус райфл. Закапывает снова финда. Попутно еще заказывает околидов от меня. И там ошибку в микроконтроле с бэкпэк. То есть он контролит. Еще продолжает развиваться. Какой-то псих нормальный. Просто хэпич, как я хочу посмотреть на эту игру на галде. Ё-моё. Ну, добивает рабочих. Это гг, конечно же. Не сдается хавком. Заливает паладина маной. Но финды не умирают вообще. Закапываются и выкапываются. Регенерируют хп. Пп пишет хавк. Ё-моё. Ой, хорошо. Здесь не лагало вообще ничего. Так. Заходим в следующую игру. Быстро-быстро-быстро. Поехали. Сейчас задержка будет значительно меньше. Ну, поехали. Сейчас на самом деле будет совсем другая картина. Потому что мы не видим вот этого сумасшедшего клика. Не видим этих... Ой. Да, в этот момент надо, наверное, иметь возможность переключаться на... Ну, хотя там и десинхрон будет все равно. Он же стримит задержки. Поэтому так не сделать. Плавных переходов не будет. Можно пересмотреть как раз вот задержка какой-нибудь момент. Но его... На него хрен попадешь. Грифоны против фендов это сильно. Да, грифоны были какие-то очень странные. Ну, то есть, они были как... Как логичное предложение фокуса с банишем. То есть, молоток, лечение, баниш. Вот. Но там тема с... Там дело было не в юнитах уже на тот момент. То есть, в тот момент, когда Хавк отдал свой экспант, уже было все ясно. Потому что с Андедом сражаться без экономического преимущества, особенно когда он переезжает тебе еще по героям, это нереально. Сокол пишет. Пипец, Хапач, зверь. Да, псих просто ненормальный. То есть, какому нормальному человеку во время финального сражения... Он понимает прекрасно, что это финальное сражение. Хавк понимает. Мы все понимаем, что это финальное сражение. Придет в голову да заказывает тебе Акалитов на третью свою базу. То есть, он понял, что уже во время сражения все нормально. То есть, можно отвлечься на секунду. Ничего там сильно не умрет. Это же дичь какая-то. Ну. Я в шоке. Не будет ничего выдумывать Хавк. Но это, видимо, какой-то заговор был Альянса. Потому что что Тарзейн, что Нейтрон, что Хавк. Играли или рассказывали, что играли через паладина. Ирифлов. Но Хэппи как-то все равно, видимо. Что там они готовились. Мы видим превращение в Акалита. Ну, после такого можно фанатом стать вообще. Потому что, ну... Реально это... Это не похоже... Ну, если корейцев, наверное, сейчас посмотреть с первого лица, там будет приблизительно похожая картина. Но в флоге Хавк кликает не так. Ну, то есть, не такая четкость, не такая скорость. Хавк пытается поставить эксп, выманив тут. Но Хэппи находится рядом. Он так просто не даст закрепить. Пошли ополченцы. Аж деваться некуда. Придется... Придется здесь сражаться. Скелета даже доконтраливает. Все тут четенько делает. Тут сложно в плане добивания. Потому что... Ну, потому что кайлами ты голема не добьешь. Надо охотиться только на рабочих, видимо. Ну, и на Ографа, соответственно. Боялся, что в окружение попадет. Минус один. Рабочий. Вот не добить этого голема, к сожалению. Амулет жизни выпадает. Койл в раба. Это уже третий рабочий, который может умереть. Четвертый потенциально. Да, четыре раба минус. Еще можно Огра добить. Да, Огра добивает. Можно сказать, что Хэппи вообще максимум взял из этой ситуации. То есть Хэпп делал все довольно четко, грамотно. То есть уводил рабочих сразу же. Не подпускал ДК, его отзонивал, чтобы он... Ну, не мог просто подойти на халяву добить. И тем не менее, тем не менее, четыре рабочих... Четырех рабочих Хэпп потерял. Собственно, замену четверо новых прибежали. Третий Архмаг. Скелеты прибегают харасить. Ну, вот видите, не доконтроливает. Вот это мелочи, уже Хавк не успевает. Он тыкнул на артефакт, не добежал до него. И побежал отбиваться от скелетов. А Хэппи ведь, если заметит, он возьмет, конечно же. Жизл иллюзий. Продолжается харас. Еще минус рабочий. Там прям последние выстрелы, последние паучки долетают. Держит дистанцию, старается не получать урон. Но пока ауры нет, конечно, сложновато. Особенно против третьего АЭМа. То есть, мана на Койла уже закончилась. Ауры для мобильности для регена нет. Все-таки взял, видите, вернулся Хавк. Исправился и взял Жизл иллюзий. Войска вступили в бой. Ну, пытается он там. Одного рабочего подрезал. Сейчас еще одного футмена попытался подрезать. Да, подрезал, судя по ХП. Лечевка подходит. Надо где-то второй визу получить. И все будет более-менее неплохо. Не, не то чтобы ведется... Не, ведется, на самом деле, на иллюзии. То есть, там же Финда отвел. Значит, допускал, что это настоящий Архмак. Ну, Хавк просто вызвал его вне зоны Вижена для начала. Поэтому там сразу было непонятно, нормальный Архмак. Ну, правда, по первым выстрелам понятно, как правило. Так, ну что, Хэпич, продолжаю давить. Койл. Дефенс появился. Ой. Ну, Хавк вообще отлично отыгрывает. Сейчас. Все по таймингу делает. Хорошо контролит тоже. Пытался леча окружить, но лишь был под пристальным вниманием императора. Под личной защитой, так скажем. И все такое биты. Ну, это до обсидианки. Обсидианка уже идет. И дальше уже будет эффективно лечить все это дело. И ману восстанавливать. Все, понеслась. Обсидианочка. Так, а почему бы не... Да, не подблочить, а Эмма. Молодец. Не дает в обиду. Очень много футов. Прям полдюжины футменов тут. Больше даже. Семь человек. Как же контролит оба. Прекрасно. Пытается добить элемент второй левел пресс. Да, есть. Немножко заплутали футы. И еще выключил деф. Да ладно. Ну, хотя, наверное, даже это и правильно. То есть... Ой, еще успел... Успел убежать. Прожал регену в последних хитах. Не, хапкявно старается. Пытается защитить максимально свою вышку. Свою базу. Вышка перенацеливает на деку. С выжиганием маны. Неплохо. Выигрывает время тоже хавк. Финды уже все здоровы, как вы видите. То есть он отводит просто футменов по мере получения урона. Под дефенсом они реально очень хорошо вытанковывают весь вот этот вот персинг демэдж от финдов. Перебил лечение и регенерацию маны у Аэма. Не пожалел на это Койл. Элементар, кстати, отдаст сейчас. Это вот недоконтролено. 60 экспы на халявку. Ай, хотел прорашить грейдящуюся вышку слева, но она прям доделалась под... Ну, в самую последнюю секунду. Там буквально два залпа пяти финдов. Не было бы этой вышки. Ну, его надо, наверное, вархмаг даже кидать. Или Койл. Опять же, там он регенится. Футменов, смотрите, сколько футменов. 9 человек. Когда там дестройеры уже будут? Доделывается апгрейд. Минус один фут. Обсидианку. Поджимать пробует Хавк. Такая куча иного влетает. Минус еще один футмен. Третий герой также рейнджерка. Ну что, продолжается осада. 50 лимита у Хэпича. У Хавка косарь на руках. С лесом проблемы. Но Т2 тоже... То есть, Т2 есть. МК подошел. Молоток. Подрезается первый финд. И появляются первые дестройеры. Рейнджерку окружили. Вы посмотрите. Опасный момент. Но он каким-то образом уходит просто из окружения. Там был фокус снова. Ой, фокус Койл точно. Не видел, новая была или не была. И под удар попадает снова в магазин. Осада. Непрекращающаяся осада. Хэппи. Понимаете, он сюда пришел первым героем, когда он ничего не был на базе. То есть, вообще ничего не было на базе. И он отсюда почти никуда не уходил. Только тактически отступал, но никогда не выпускал из поля зрения архмага. С его армией. Никогда. То есть, это непрекращающееся давление. Подрезает рабочего. Сейчас еще минус, минус магаз. В магазе последний раз закупается хошка. По крайней мере, в этом. Там новая магическая лавка. Снова отменяется. Ну и Хэппи штурмует. Просто экспант уже. Прямо магическую вышку. Перенацеливает не сразу хавк на героя. Нечем дестройера убивать. Хотя вот вылетают уже вертолете из воркшопа. Ох, молоток. Окружение слева надо поджать. И снизу. Какой же хавк. Молодец. Можно спровоцировать его на телепортацию. Не, уходит ДК. Фокусит просто и... Сначала футмена, потом... Потом брейкера. И спокойно уходит из окружения. Падает, правда, дестер. Койла нет. Можно еще разок молоток сделать. И попробовать кого-то... А, минус финт. Ну, слушайте, сейчас с ополченцами там можно отбиться. Учитывая... А, МК битый... Выжирает бутылку жизни. 47 лимит на 48. Ну, как-то... По цифрам не очень, конечно, впечатляет. Хэппи продолжает зверски отконтраливать всех финдов своих. Отстреливает попутно рабочих. Ловит вертолетики. Фокусит еще, как... Как только появляется возможность опасности... Ох! Финда отфокусили, молотком добили. Ну, Хэппи вообще очень комфортно себя ощущает. Вот в такой... В таком стиле игры. Когда постоянно нужно... Какой... Ой-ой-ой-ой, фейл! Хэппи в иллюзию кинул новый. Это первая ошибка императора за... За сегодня такая. Первая ошибка императора. Перебил лечение и регенерацию маны у АМК. Вертолетики новые влетают, чтобы дестройера как-то тоже подфокусить. Пошли сеточки. Надо вписываться за вертолеты. Ну, минус два вертолета, минус три вертолета. Очень битый брейкер. Тут же его видит Хэппи отфокусит. 55 лимит на 37. Вообще шансов никаких уже. То есть, тут, во-первых, сложно подходить сзади из-за того, что... Вся подкрепость с мейном натыкается на армию. То есть, не можешь соединить свои войска простым способом. Вот. То есть, тут еще рабочие отдаются. Я бы вышел. Да, тут уже очень тяжело. Очень тяжело. Минус магаз. Там всего лишь три вышки, на самом деле. Это не такая большая защита. Тем более, магической уже нет. Магазина тоже. Можно просто попробовать там... Нет, он полномерно просто будет отстреливать вышки. Или рабочих. Сейчас вот на рабочих работает. Ну, в смысле, вот фокусит по ним. Третий лич, вторая нова. С добычей уже серьезные проблемы. МК получает второй уровень. Естественно, Хавк сильно отстает по уровню героев. Лича пытается фокуснуть. Но там два вторых Койла. Это нереально просто. Сейчас еще новую на... Можно фокуснуть в МК. Да, кидает новую в МК. Койл минус МК. Ну, это точно уже все. Хак, тем не менее, не сдается. ПП ГГГ пишет. Да, Император, конечно, очень жесткий. Очень жесткий. Я даже не знаю, это... Давайте посмотрим на... На микро-хэппи. Постоянно кликает, кликает, кликает. Так, фокус по МК. Блин, Финн там так долго под станом стоял. Ну, он Фрост Армор еще ручками накастовывает, если обратили внимание. Финдов, видите, как раз контроливает просто одного, второго, третьего. Все дистанцию держат. Как только есть подозрения на фокус, как только там два-три человека на тебя обращают внимание, сразу он уводит. Для того, чтобы люди не проатаковали, возможно, потеряли ДПС. Блин, хорошо здесь, конечно, от... Какое-то время, может, они еще побегают там. Делает Дистра и через шиф сразу Диспол. Ах, перепутал в этот момент, перепутал МК настоящему. Диспол очень хороший от Дистра. Да, просто... Просто без шансов. Я не хочу пропустить следующую игру, поэтому... Диспол делает, койл, молоток, сетку скастовал. Включил... Подумал, что включить обсидианки, включил ХП, или прожал просто и ХП, и ману. Но включил ХП, прожал то и другое, естественно. Он выбирает обсидианку периодически, видите? Каждый там 2-3 секунды и прожимает две кнопки, чтобы работало и то, и то. Близзарды, когда делали обсидианки, они эту механику, ну, особо, видимо, фиксить не стали. То есть ты выбираешь, что будет восстанавливать, жизнь или ману. Они не рассчитывали, что будут игроки, которые каждые 2 секунды будут прокликивать вручную. Да, добивает. Так, давайте я посмотрю, что у нас там в кэш-энде. Там еще не создали игру. Я боюсь повторить ошибку и не успеть зайти в игру. Красиво. Ага. Подвел тележки, чтобы они лечили нормально. Диспл снова. ГГПП. Да. Проверил цифры. Выдохнул. Так, ну, смотрите. Там Велплейт ТВ и Нео хотят смотреть кэша Энта. Красиво. Удобно, кстати. Мы досмотрели сейчас стрим хэппи с задержкой. 3 минуты. И я смотрю в чате. Ну, спустя уже 3 минуты задержки. Как раз вот тогда закончилась игра, которую мы с вами смотрели прям из игры. Да. Пластический штурм Хумуновской базы Андеда. Да. ТГВ, привет. Хэппи в финале. Он еще стопанул стрим, скорее всего, потому что финальные, ну, последние матчи будут позже. Завтра, например. Я не уверен в этом, но... Есть подозрение. Есть подозрение. А, там... Там Хавк. Ну, то есть я прижался, короче. Тупо разменивано. Подождать, пока у меня там ЛК сделается. Жесть, там Хавк сгорел, забанил донатер бессрочно, в том стрим молча. Ну, вы знаете, когда на важных матчах тебе после... После игры пишут просто без шансов, то там нервы на пределе. Что удивляться-то с Нейк Зула. Еще главное, идет там в этот... В чат Хэппи пишет. Понятно. Так. Фогги спрашивает Джонни Кейджа раз. Он рандом, насколько я помню, да? Джонни Кейдж. Ой, подождите. У меня Джонни Кейдж сразу в флешбеке. Нижний... Нижний удар рукой, нижний удар ногой и блок, да? И тогда он на шпагат садится и в пах бьет. В Мортал Комбате с самого начала. Ну, кажется, это во втором сочетании. Я вот не помню. Там какой-то простой удар. Типа одновременно. Три кнопки зажимаешь. Такие вот. Кто помнит, друзья? Как Джонни Кейдж фирменный свой удар. Из... Из Мортал Комбате. Из фильма. Из, собственно, первых частей. Хэппич уже челленджи катает. Ну, все. Да, давайте тогда посмотрим мы Джонни с Фоги. Во-первых, за это проголосовала. Проголосовали люди. Похожите. Покажите хоть один раз Фоги. Да, Рада, будет Фоги. Они там черкают, видимо. Я буду внимательнее в скайпе смотреть. И в общую руму тоже. Гоу, конечно, смотреть. Ну, конечно, будут многие стримить, на самом деле. И Бэк Творков будет стримить, конечно. И меньше людей за него проголосовало. Я бы, на самом деле, если бы не было всяких факторов, ну, типа... Пожелания пользователей, то, что другие стримят, я бы тоже посмотрел, конечно, против Энта. Ну, там без эльфов. Почему бы и нет? Да и кэш такой опытный игрок. Дмитс говорит, что финал овинеров завтра в 20.00 по Москве. Завтра, опять же, у нас будет финал и матч за третье место в турнире Китай против Кореи. А вечером продолжение Голда. Доруда поддержал канал на 666 рублей. Понятно. И сказал красава Хапач, уволился с работы, инвестировал в тебя. Вольф спрашивает, дам. Дам. Дора будет хостить игру эту, насколько я понял. Сейчас черкать будут. Тий квадон. Да. Вольф спрашивает. Как я понял? третья часть не джонни кейдж таки они про третье никто не помнят вниз вверх крестик нолик вроде я на компе играл без джойстика когда видят что у тебя подходит на пропускать например во втором mortal kombat и который на 10 дискетах 3 димовых в архивах играешь там с братом на одной клави он за саб-зира замораживает тебя этой чтобы он не подошел не сделал апперкот зажимаешь клавиши на клави чтобы блок включился ну что просто ничего не делает да а а ждем друзья на стриме задержка в три минуты нам необходимо посмотреть игры во второй части сетки самая жара будет завтра учитывая то что там happy финале кто-то выберется сегодня к нему четыре претендента в частности и кто-то еще подтянется с из нижней части сетки гиппогриф я не я не я пас этот ради джонни говорят я если честно не знаю что что ты за игрок кто это такой боги только сейчас начал черкать я почитал в новости на гг обзорным что он играет за рандом вот и это конечно очень странно потому что я из рандомщиков только вот и гв знаю все ну кто так более-менее может может сесть катнуть ну кроме happy конечно хэппи тоже может любую раз поставить и покатать особенно если 200 рублей закинуть вот может как угодно тебя джонни опасный 111 в с 111 это его никнейм я думал что за товарищ ворвался не черкать друг с другом какой-то ну бас ворвался типа с кем я играю отборочный на гол до бесславно закончилось выступление этому молодого человеком а джонни это red bull получается да amazonia last refuge и на донайлс три карты дура говорит мы ждем пока там плиз с тором будут готовы какие я помню только как спортки скорпионом змейку пускать назад назад и нижней рукой до с обзира вниз вперед нижний удар тоже баба говорит по такому поводу нужно прохождение компании давно вышедшего мк чтобы залипа не включил здорово хэп сейчас например играет челлендж играет за орков взял форсиры и какой нет выбираешь самый интересный веселый челлендж за всю историю твоих челленджи так за чуть челлендж из категории солой выполняющего самый интересный челлендж это выбрать орка форсир нага шаман шаманович доктора арба странно прошли то новый челлендж челлендж от енота медика у хэпи пришел создать видимость борьбы на следующих этапах голда люди видят твои игры и думают что ты играешь нас со средним компьютером блин 10 минут говорят еще ждать это будет здесь через 10 минут а зачем мы зачем ждем дропа есть сейчас проверим не дропов нет околит стример лет привет есть приятное за 8 на нее срока который хочется вернуть срока самое приятное воспоминание это первый турнир который был вам 19 тогда warcraft только только вышел ну где-то с полгодика наверно я только переехал в питер поступил учиться вот и тогда в м ки турик был где-то на человек 90 порогу как раз тогда я встретил линда лача синий хард линдала ори тогда я познакомился с шоком тогда же и впервые на удивление обыграл рейнджера я не знал что это рейнджер это был рейнджер на лтм за хуманов в мега затяжной игре тогда было были суровые времена потому что infernal дисплеер сах как собственно и ульта дыки какое масло у тебя в двигателе залит зачем мне вот на балконе можно я помню какой там я не я не помню какой конкретно на легко проверяется друзья но мы ждем начала следующего матча and пришел на слава богу сейчас дочеркаются и начнем хэппи там уже успеет успел заработать пару тысяч на донатах и на на челленджах а мы тут с вами прожигаем жизнь в пустую кэш подчеркаю первым а там нога у него спорки там из сама начал дом наркоманские общей темой так непривычно видеть ногу который стрелка не замораживает на хэппи сейчас играет в ладере а там совсем не тот уровень то есть у хэппи же за последний там год-полтора в ладере безумная какая-то статистика все еще типа там 1200 побед на этом не знаю 15 может 20 поражений хотя наверняка она уже не очень актуальны и последний раз давно видел эту ладерную таблицу теговы горит интересный факт нт использует всего два бинда 1 и 2 даже на этим на на здании он 2 бинды на здание использует через через табуляцию переключается если так то это конечно очень странно я не верю вот так все вроде с картами определились вроде бы определились реально один первый бинд вся армия 2 весь продакшен это очень странно конечно потому что это мягко говоря не оптимально потому что тот же самый продакшен и тебе же нужно в каждый момент времени понимать сколько у тебя разно тировых зданий для того чтобы понимать сколько табо нажимать ну банально это больше нажатий то есть если ты биндишь просто обычно про создание даже если группирует но все равно стараются разделять хотя бы на на пару групп опять же алтарь нужно биндить нужно main биндить то что быстрее подзаказывать рабов или быстрее сделать следующий тир сня бинды 3 на армию 3 на обычно первое это мили и плюс герои 2 это как правило кастера и неважно что там пресс тессор очки или этом талоны неважно 3 это стреляющий пирсинг то есть это арчи дриады и там рифлы неважно вот 44 это продакшен 5 это тоже продакшен бараки 6 это алтарь 7 это main 890 не используется потому что до них неудобно дотягиваться просто вот поэтому ну и смысл в том что ты как бы четко знаю что например нажав на 6 ты можешь сразу заказать героя нажав на 7 ты можешь сразу сделать great на тир что у тебя ничего лишнего в продакшене по пятерке нет ну для орка в принципе один бинд армии может быть потому что ну юниты жирные могут поместиться но не 70 плюс лимита конечно же я не знаю как он дальше действует не сапно знал как же долго мы ждем это не китайский турнир понимаете а у него 1161 победа на 19 поражений хотя сейчас пишут 1389 побед на 22 поражения трендец какая стата это нереально просто то есть это значит что в европе нет людей даже близко которые стабильно тебя ну то есть даже не стабильно то есть наверняка много раз встречался тем же самым флоге хавком всем европейским топом и чаще всего ты их обыгрываешь жуть а а а а а а Продолжение следует... Майкер Гоута и посмотрим, в перерыве она там компания воркафта проходит. Я видел, кстати, и клипчик видел, и вчера посмотрел немножечко. Майкер Гоута и Кэш, как мне и Хоук. MTV Name. Типа через DeFis они слитно. Ходки из вкладка, чекайте. Давайте посмотрим. Энтэ с Хавком играл. Идрить, реально. Но Тухавка более классическая штука. То есть это 7-8 биндов. Ходовой первый. Я подозреваю, что у него тоже что-то вроде... Второй... Ну, кастер отдельно. Потому что тебе нужен быстрый доступ к тем же самым пристам. Для того, чтобы тыкнуть ДД и все. И диспелить. Или Е, или лечить быстренько. Мортир тоже, естественно, нужно в отдельную. Рифло желательно было в отдельную, чтобы это все отконтроливать хорошо. А тут реально два бинда. Просто 1-2. Трындец. Как? Как вообще? Что по АПМ? Ну, АПМ стандартные. Ну, то есть 250. Райт клик. Перебираем группы. Выделяем. Не, ну, цифры АПМ, конечно, не сильно красноречивые. Хотя вот надо посмотреть, сколько у Хэппи. Я думаю, что там где-то 320. Любопытно. Любопытно. Фоги, Мика, Инфи. Давайте посмотрим романтик против Муна. У Муна 299 АПМ. Помнишь, доцент его с ним не родственники? Нет, нет. Я помню его, но нет, не родственники. Хотя типаж похож, да. Я помню. Ну, скорее, скорее. Фоги Хавк не играет в Battle.net. Ну, тогда еще играли, они встречались в Банете. Я понимаю, что на Нетизе все играют. В текущем мете, может, и обыграл бы некоторых этих игроков? Нет. Ну, то есть, если не практиковаться, то ни в коем случае не обыграешь. А чтобы вернуть хотя бы приблизительно форму, нужно потратить несколько месяцев. В лучшем случае получилось бы то, что у Нейтрона получилось. И то вряд ли, потому что у меня нет мотивации тренироваться в Варкрафт. Создаёт. Ну, там сначала кэш-эш-энты, я слышу, точнее вижу. Но они же должны стартануть одновременно. Одновременно. Да, Бу. Фоги-1. Заходим. Наконец-то. Да. Точно Фоги-1. Да, Фоги-1. Окей. Хорошо. Итак, за Альянс будет играть Джонни Кейдж. Ну, Фогич, вы понимаете. Какая-то у нас была общая проблема, не с сетевая, а именно, видимо, с кодировщиками. Вот с этими, с подлагиваниями. Я не знаю, с чем это связано. Ну, в общем, вроде уже пофиксили. Хотя, где-то полчаса назад было сообщение, что стопается у кого-то стрим. Что я уже привык, что у меня, что в любой момент времени, блин, с ГГ все нормально. И столько там какие-то неглобальные проблемы, на. И тут прям бах тебе и в середине игры. Так выбивает, подбешивает. А потом ты читаешь от товарища, которые жуты над ситуацией. Да, спасибо большое, Хандрад. Я в игре уже. Ну что, Фоги, кстати, мы посмотрим. Он тренировался целенаправленно к отборочной на голд. Стримил это делом тоже. Как, собственно, и Хавк. Но ведь Хавк не справился с Хэппи. Ну, тяжело-то, конечно. Вообще, если ты в такой сеточке в одной половине попадаешь с императором, это уже большая-большая неудача. Особенно если две квоты, ты понимаешь, что можно, по крайней мере, за второй посражаться. Желательно, конечно, в другой части сетки оказаться. Гравди говорит, мы с доцентом в одной фирме работали, отравил баки. У меня был их временах. Ясно. Ну, он достаточно часто в М-19 было. И на турнирах принимал участие, насколько я помню. По крайней мере, на локальных. Все, Фоги зашел. Эльфа поставил. И начнется. Скоро. Давайте. Да, закрываем, поехали. Последний раз они встретились, Фоги два раза его выиграл, за что Хавк ушел в перерыв. Что? Что значит ПП в конце игры? Ну, раскладку не переключил, ГГ просто. ПП, ГГ. Просто ты, знаешь, когда заканчиваешь игру, нажимаешь Enter, начинаешь писать, ГГ, видя, что не переключила раскладку, но ты ее переключаешь, чтобы написать ГГ, но не удаляешь эти две первые буквы ПП. Потому что влом, тебе вообще надолевать из игры. Тебе не хочется этого делать, тебе нужно пропустить этот неприятный психологический момент. Потому что признание поражения, это, вот, это, это сложно. Вот, поэтому иногда там вместе с ГГ вываливается в чат еще что-то такое. Иногда ты выходишь без ГГ, потому что просто ливаешь, потому что все горит у тебя. Да. Какой-то интересный билд, смотрите. Второй, вторая ферма, достаточно ранее, барака нет. Опять у нас рифлы? Или фастгрейд вообще? Ох, а вдруг фастгрейд? Фастгрейд, что? Не, может быть, почему нет? Рифлы против кипера такая, такая ересь. Ну так, на вскидочку. Поздно появляются под прикопку сразу. Жирные, удобно прикапывать, очень удобно прикапывать. Джонни у меня карту отжимал, говорит, сокол, он норм игрок. Ну, слушай, это вообще не показатель. Нет, фастгрейд. Фастгрейд может вообще фастхастер, типа для того, чтобы побыстрее диспл получить. Так что мы будем наблюдать, будем наблюдать хара с архимагом. Похоже, что да. Вышка, да, вышка. Да, после этого рабочего он делает апгрейд, понеслась. Что? Специально не атакует, чтобы пурж не прошел. Сначала дождается пуржев рабочего, потом начинает атаковать. Не, он просто танкует. Элементаль такой, не хочет получать. Вот только после того, как гнола убил, все, начал атаковать. Войска вступили в бой. Молодец. Со стрима, говорится, норм, не слушай. Ну, там были проблемы в определенный момент. Скролл за бист выпал. Висп про... Увидел, как архмаг бежит. Бежит один. Ага, тут кузница, мил. И, собственно, барак. То есть, выход просто в рифлокастеров, минуя футмэнов. То есть, у тебя получается раньше Т2, раньше второй герой, раньше кастеры. Ты теряешь по инициативе на старте. Но, на самом деле, кипер очень сильно режет тебя, в принципе, на старте. Потому что появляется прикопка, и футмэны уже начинают страдать. Я рассказал, что застрелся на Терри однажды. Я не помню, вполне возможно. Вполне возможно. Орки любили застройку тогда. Да и чё? Зачем ему придумывать? Что? Это я? Да, это я. Чё, если вы какой дурачок. Хорошо, тут окружают, пытаются кружить архмагов. Очень плохо. Просто очень плохо. Отвратительно. Так и от харассы не избавишься. Блокируем. Ну, сейчас можно попробовать. Рядом с лесом... Ну, прикопка. Поздно. Но всё равно можно. Да ну, брось, ты чё, серьёзно. Понимаете, ну вот такие вот моменты по исполнению. Они, конечно, расстраивают. Очень расстраивают. Ладно, пошли рифлы, как вы видите. А где арканка-то? Она вот здесь должна быть. Леса, видимо, не хватало. Да, леса не хватало. Там 145 вроде она стоит. Ну, как-то пока не очень. И фоги не очень, и этот товарищ тоже пока не очень. За кого болеешь опять за эльфов? Да нет, на самом деле сейчас достаточно нейтрально. Я сокрушаюсь, что фогич опять совершает микроошибки. То есть мы смотрим на хэпича сначала, да? А потом видим, как... Да. Как дважды окружить не можем. Ладно. Алхимик вторым героем. Тут криппинг есть хороший. Аура уже пошла в архмагдан. Докачался до второго. Сразу видите, прист с дисплом. Мопсин говорит, ни разу не снимал. Либо пыталась стрелять у меня. Нет. Слушай, получается, мы с тобой вдвоем. Девушки, привет, в общем, передавай. Мопсин. Надеюсь, ей понравилось. Блин, жалко, что на стриме задержка. Я сейчас просто купался в этих пеках в чате. Они дойдут спустя... Три минуты, но они дойдут. Book of Dead выпал. Джонни Кейдж, он тут же его вызывает. Потому что Book of Dead против эльфа. Это вообще в артефакт на экспу. Здорово, братцы. Привет, стихо. И контакт у нас есть. Что? Вот как вообще можно так делать? Архмаг первым просто вылетает вперед. Не с полным хп. Получает сразу прикопку-осидку. И все. Рифл умирает. И... И телепортируется, видимо, из забитого алхимика Фогич. Ну, у него просто нычка еще. Зачем ему рисковать? Разве он все равно в его пользу, на самом деле? Войска вступили в бой. Сегодня говорят еще, по телевизору будет фильм Warcraft 3 показывать. Я не знаю, по какому, правда, каналу, но... Учитывая, сколько времени прошло с момента выхода фильма, наверное, по кому-нибудь федеральному. Они любят это, сделаем годов три показывать. Новинка, блокбастер. Сразу после программы новостей. Так, талисман защиты. Третий архмаг. Довольно пассивная игра. Пингвин блочит по-царски. Лучше, чем блочил арчаду этого, или там козел, или висп. Не помню, кто блочил. В общем, разбежались. И время, конечно, работает, безусловно, на Фогич. Джонни, мне кажется, даже разведку не делал по экспанту. То есть он догадывается, наверное, что там экспант. Но вот Фоги делает разведку, он там прибегает на шахту, и увидит, что здесь ничего не строится запрещенного. Дальше у нас Т2. Апгрейд на единение с природой. Но, скорее всего, будет Мазды рядами просто отбиваться от пуши. И все. Есть ли телепорт у Фогич? Нет, телепорт у Фогич. Он сбегал за телепортом. В это время у него Мунвелла унижает. Он пытается выйти из лимита по-быстрому. Не успел заказаться в лорнице. Что происходит? Сейчас прибежит, телепортируется, отобьется с высокой долей вероятности, потому что у него герои хорошие. Но он не чинит виспами Мунвелл. Ну, ё-моё, ну висп... И пошел просто в атаку. Что? Серьезно, будем размениваться? Еще минимум пару Мунвеллов. Крайне странная игра от Фогича. Минус дриада. А может он увидел, что там телепорт? А не там есть телепорт? Что это? дай пристань это вкусил а больше пик дошли пеки дошли нормально спасибо все искупался пеках не ну это был очень странный поступок от фагича то есть во первых странно что у него не было т.п. хотя он сам его использовал ну то есть понятно и было время у него для того чтобы закупить и по дороге мог это сделать уходил далеко крепится к нему приходит противник он не пытается выиграть время там как-то виспов подойти подвести ну хотя бы там включить регенерацию в мунвеллах для того чтобы ну починить их выиграть время этом он покупает телепорт и бежит при этом на на размен типа на хотя противник ну больше выигрывает от вот-вот короче ерунда какая-то просто ерунда фаги чушь какой-то вы делает простите пожалуйста но он огромное количество ресурсов потерял здесь минус 4 мунвелла минус дриада как минимум потом неудачно уходил во время телепорта вражеского потерял еще дриаду сейчас еще забегание какое-то было минус дриады минус арча на премьера премьера короче крайне странная игра так фагич а вот джонни опасный на самом деле делает ну то есть он в этой ситуации довольно хорошо отреагировал коги сейчас пытается выиграть время козла подставлять но это вызывай ну ее мои ну он понимает что время работает на него что у противника нет экспанда что он должен просто приходить развлекать его как только он видит вордом и старается просто не выпустить джонни с базы джонни а джонни забивает на рабочих понимает что ему нужно как-то более активно действовать при этом он теряет до теряет большое количество рабочих ну а фаги че нужно сейчас только отбиться будет просто отбиться но т2 с дрядками самом деле это сложно будет потому что три мортира огромное количество рифлов а он наверное отдаст даже нет не отдаст мортира вышла за не час погоню погоню побежали алхимик там добивают огромное количество рабочих просто по дороге с под дрейджем под оксид под осидкой минус x ну виспы ну виспы ну виспы давайте ну ладно кое-как за задиспелили правильно делает что вообще нужно одну дрядку сюда отправить на main но это правильное действие и стараться отбиться правда там блин и inner fire уже т3 сопла и блок час будет и козами придется как-то отковыриваться от этого всего не ну это какая-то беда на самом деле просто беда набрать виспов минус хантерс холл саплай блок виспов понеслась козел сразу ловит молоток виспы идут вперед дриады пытаются влететь в мортиру там очень много мортир да здесь проиграет фагич инвул минус райфу ну то есть пока проигрываем хороший фокус соседка бах-бах не доконтроливает дриад сейчас вообще молоток может прилететь в козла и он закончится если не успеет телепортируется фагич ну я не знаю что происходит все а бы как отыграл а бы как но и сейчас отфокусить как-то если еще дрятка стояла убивала рабочих не было добычи то нормально кое-как отковыриваешься и до свидания надо дрятку контролить вкусит престов престов достаточно много еще три человека есть молоток в алхимика 5 архмаг мне кажется здесь уже не вытащить там ммк просто с полный по мане это минус козел скорее всего будет то есть его он на прикупке может отступить но вряд ли мне кажется что мк его уже не отпустят 3 секунды молоток nt вызывает перед смертью минус козел 5 мк диспал диспал в гг просто гг не сдается но повторюсь если бы хотя бы одна отрядка была здесь не было бы добычи окей там 30 лимита у врага кое-как там отковыриваемся на мунвеллах выкупаем там козла а зачем всеми бежать сюда скажи мне пожалуйста отправь одну дрятку все хватит правда райф ложе не получится он пытается идти в размин учитывая то что есть экспант и можно нем как-то попытаться отковыряться но самая большая проблема это прокаченные хумановские герои реально в 5 архмаг и 5 мк это эта проблема я близко даже сказал беда но от контроль дриадку и ё-моё но от контроль дриадку успел добить все таким починка пытается до алхимик хорошо тут подрезает поставшихся рабов которые пытаются эвакуироваться но если на мунвеллах только здесь настроить виспов на мунвеллах отбиться как-то падает main вместе ли порт вообще на месте ли порт вообще сейчас должен телепортируется спокойно джонни опасный джонни кейдж еще не опасный хавка лазерах котнем в тоге с такой игрой конечно котнет ну то есть может здесь сработала тема что фоги не готов был к такому нестандартному стилю и типа с хавка можно потому что играли уже много раз стандартные тайминги все дела знаешь как играет оппонент можно как-то отковыряться это ошибка надо сразу всех этих трех-четырех виспов мунвелла мунвелл мунвелл все больше ничего не нужно да телепортирует сейчас даже короче забей не выиграть войска вступили в бой прикапывает минус ряда не до контролирует он колоссально сейчас сам заведет еще на экспант крайне странные грамм крайне странные то есть не купил телепорт отдал там 4 мунвелл отдал дрядку крайне странно разводил отдавал там тоже дряд по мелочам по мелочам на самом деле здесь можно было во многих моментах в ну выиграть то есть опять же даже отправка одной дриады на мэй ну поставь как ты убил там все у него у человека у него нет ничего у него нет добычи вряд ли ему там хватит на 1 рифла или там на какую-то мортиру чтобы отбиться ну что это на всех рабочих просто убил им 1 дриада в лимите 60 погоды не сделает она могла принести ему победу просто элем второго лавила это специально конечно ничего моздряда ты будешь кормить а так для престолов для мки крайне странная игра я вообще не понимаю что что это такое хотя сука говорил что же не просто вот джонни вообще здесь ни при чем то есть в принципе ни при чем джонни пока не сделал ничего такого он просто играл стандарт ну за исключением старта у вас пил привет можно еще потерять базу аппарата подел это пара конечно я помню каком моменте как раз против после мэй на там два мануэла финал за 2 кого-то будет завтра сегодня завтра 8 часов насколько я понял последние игры будут сегодня мы доигрываем до финала верхней сетки и видимо финал нижней сетки хотя не уверен по лузерам и он я полностью согласен очень тяжело будет на голове с такой игры герасу не поставил потому что видимо отошел куда-то из против такого архимага то есть против такого билда наверное имеет смысл сделать раннюю разведку козлом соответственно сконцентрироваться на криппинге до третьего уровня просто потому что противника честность тебе сделать не может но и к нему тоже без лука приходить на штамране магическая вышка то есть просто за счет того что у него нет никаких войск он нормально крепится не может спокойно добиваешь кипер до 3 и дальше уже у тебя полная свобода там 2 архмаг лучшем случае без без футов возможно потом ловить до появления диспала с рифлов со второй прикопкой как то есть агрессия уже начинает непосредственно после того как ты опачки опачки куда это мы побежали на старте куда это мы побежали у это заготовочка под фоги и о моё это отманивать барак к бараку будет я не знаю специфику здесь но это явно отманивание как кого контрить это виспаю выводить черт его знает не помню точно но red bull конечно ну ну да виспа выводит протоковал все пошли атаковать классно на хри таргете ну ну на город напали не получилось задуманное явно да тут кипер тут как вы видите джонни кейдж играет так же как как в прошлой катке фоги разведку не делает вот вам и топ-2 мира да да очень странный грамм такое впечатление что фоге чего не хватает опыта то есть вот просто глобальные мы не хватает опыта то есть когда есть какая-то четкая мета он отрабатывает все и может любого катнуть а когда пойдет какая-то нестандартная дичь ну то есть даже не совсем дичь просто какой-то нестандарт с которым он не сталкивался в принципе это любому игроку и свойственно просто вопрос было ли что-то похожее в твоей практике до этого и если у тебя уже какие-то какие-то наработки по ну потому как реагировать на это правильно вот но иногда он очень странно ну он очень странно реагирует иногда вроде в прошлой катке правильно там бы строит понимал что не надо сражаться правильно нычку поставил хотя наверное был лучше в левом верхнем углу делать и стома до крипов прошлый раз ну так сложнее банальным противнику экспант найти было бы но вот мелочи мелочи они не хватает ему никита им говорит хорошо что мы все-таки зашли посмотреть игру фогич ну на сарказм явно видимо да опять им бы хуман и говорит с хавк сушен тут вообще ничего ничего нестандартно но смысле ничего имбанутого опенинг интересную товарищу но не более того он там но там фоге просто так на налажал что он бегает без телепорта он не телепортируется когда надо отдает им 4 мунвелл недоконтраливает на мэйне не реагирует адекватно на телепорт теряет юнитов застревает не окружает после прикопок двух подряд а можно было из десяток замечаний написать по прошлой игре ему и это можно было выиграть ну да бея до дыбил орден архмак вроде не особо тут хорошо харасит ах ты какой ничего сюда контролирует добей добей and дает своих прикольно сейчас можно попробовать он была 2 прикопка был попроще еще может сейчас показать что как надо окружать 1-2 справа справа арчу и сверху еще давай давай джонни хорош но по контролю джонни прям старается видно арчу недоконтраливает боги за нас перепишет сергей вообще у него не даже ни одного признака от того что он зазнался не было вообще никак никаких сигналов да артурис это уже 10 тут выходят уже первые первые рифлы 1 мк и такие чистые флакастеры выходят телепортируется кипер нужны осман и проблемы ну не хватает немножко разведки дизалайт пишет и хас панды был топ-1 плейграунда раньше не стыдно ему проиграть топ-1 плейграунды ни в какое вообще сравнение не идет не с не с топом европ европейского сервера и даже с топом ру сервера не идет на плейграунде была всегда халява из-за небольшого количества людей фоги спросите не стыдно тупо но он правда не застал эти моменты стоит с плейграундом с этими серваками но если он там дважды занимал на международных турнирах второе место топ-1 плейграунда это такой плевок в лицо барака нет почему нет вот барак тут подставил саем вынужден был телепортироваться блин топ-1 плейграунда но продолжается криппинг тут пока более-менее все ровно погич как вы видите играет в т3 без экспо выпадает большую ну есть варды войска вступили в бой ну разбежались 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 крепимся каждый делает свою тему здесь правда вот не совсем понятно будет ли он будет ли это 3 болт пиви скорее сюда с ней с нервами проблема какая-то с кончика я быстренько этого товарища под баню спасибо что будет пушить это 2 будет пушить судя по всему но я не знаю чем смысл потому что там все равно одна база и все равно тут успевает мг сделать сам он вел пожалуйста под 60 он как будто не знает если там база или нет приходит видит что база нет причем архмак без т.п. без всяких вообще бутыльков ничего у него нет инву правду им кисть и можно передать если что хорошее клэп от голема но очень уверенно крепится джонни как надо не останавливается вообще и собирает максимально точки жирный фагич в этом плане сейчас поскромнее вообще работает пока не выходит правда из лимитом у нее немножко не помещается лимит да и все-таки экспон таки 4 кипер могу эти кто же спал гранд понятно понятно ну хорошо хорошо врубается в хороший очень контроль у у редбула у джонни потому что тут же диспал от прикопки но как-то очень очень странно себя ведет мк на самом деле опять диспал очень хороший кмк мк врывается вперед явно на инвул рассчитывает инвул пошел очень странный несвоевременные без прикопки там свиток но есть большой инвул можно передать можно свиток и узнуть конечно на развороте пробует сейчас подрезать кого-то там через таунты но джонни перегруппироваться нормально войска вступили в бой 60 лимитом на приблизительно также на 60 мк 3 лечится здесь уже к салам артиры присты с без норфаера пока что ну что фоге полезет полезет берет дрыны делает иллюзии понеслась принципе с мг можно хорошо довольно быстро штурмовать базу а кстати он грейд на армур еще почему-то не делает mountain giant там есть great на рифлов один на такой есть 2 заказ заказан ну и ключевой конечно дождаться престов great престов на inner fire почему-то не заказывает почему-то не заказывает уже 4 mountain giant а сеточка хорошая но мне кажется что здесь фогич уже лучше себя ощущает хотя кипер кипер все равно плохо что прикапывает паладина персональный телепорт возвращается палыч убегает на последних хитах таунты работают ополченцы подходят палыч бедолага никого в своей жизни пока не подлечил подрезаются ополченцы ква войскам любой да у фоге часа сейчас конечно получше уже сейчас до алтаря еще дойдет надо будет рынок пан пан пана но свеженьких пан по набрать и можно провоцировать на битву просто через алтарь вряд ли будет джонни отдавать алтарь просто так хотя с другой стороны у нас же еще xp совсем забыл что-то дерево проела все сделала как надо то есть время работает на фоге че и джонни уже потерял нить игры то есть ощущение вот это вот того что происходит и что ему нужно делать фоге очень интересную позицию тут занимает закупает дирижабль ну поехали алхимик сразу получает молоток большой инвул у него есть очень мало хп у алхимика прям очень мало хп провоцирует может быть на молоток я не знаю нет мк отходит назад энты разбираются с рабочими минус 2 почти минус 3 кстати минус 3 жуть алхимик назад телепортируется на персоналке но дирижабль вот прям дирижабль над тобой но ее мое зачем так долго нужно думать чтобы я же не говорю чтобы во время замаха там что-то уже вытворять чтобы фокус не проходил или молоток не дай ну там еще не попал но это вообще сумасшедший уровень но стоит просто дирижабль висит проходит две секунды козел принимается что только можно вот опять молоток в козла можно было среагировать лечение как-то дирижабль свиток телепорт ну что-нибудь делай он сейчас здесь остаться может мк умирает скорее всего от осетки до умирает все-таки от осетки но это просто трэш какой-то у него все есть просто у него три действия которые спасают ему жизнь три действия которые спасают ему жизнь свиток телепорт дирижабль да дирижабль там бита ну по крайней мере там 200 плюс хп его еще надо сбить каким-то макаром выкупает козла да сейчас давай в атаку без маны пойдем куда что лезешь на куда что лезешь на 100 пошел фогич контроль и таунт прожимает не только мг здесь только мг кипра возвращается очень битый палыч прикопать убить палыч вот и цель пожалуйста почему нет осетка прикопка палыч тп правильно ну еще бы вот добить этого товарища но нет он уйдет ой два рифла подарок джонни ошибся минус 6 лимита просто здесь сейчас особенно с учетом экспанда и даже потери козла уже тут не не зарешает потому что есть x до просветит понимает джонни чтоб все очень плохо к нему уже приходит кипер просто танкует лицом я не понимаю вот ну как ну как что это за атака такая кипер опять вытанковывается первый таун только первый таун подошло 5 mountain giant of сделал первый таун она падает паладин что надо свиток поражать да лучше свиток лечение еще поражать чем чем отсюда на тп уходить на кипер отлично лечится еще одно лечение гг 11 но это просто какой-то ну я не знаю как не должен игрок такого уровня отдавать главного героя в такой ситуации но не должен у тебя есть время но просто время вагон то есть даже нубасы мы нубасы видим что происходит и говорим вот что кипер вот он стоит тыкаем на него видим у него предметы не торопясь мы тыкаем на него понимаете не торопясь низ 250 300 п видим что нет тп дирижабль висит свиток есть у него и он умирает четвертый уровень козел здрасте пожалуйста так кэш сента доиграли кстати и став что ну так и дирижаблем на юнит они юнитом на дирижабле все да не уже не нейтрален более взрыв потому что хуман и я не могу это контролировать прости пожалуйста то есть я как вижу когда умирают эльфики они кричат и все сердце кровью обливается сейчас просто еще корейцы китайцы подтягиваются если там три года назад когда рефорже не было и турниров было крайне мало все в инактив кто там чем занимается то сейчас конечно мотивация очень хорошая то есть тот же самый underdark поддержал ваш канал на 100 рублей сообщает добрый вечер михаил бобрик ваше бобрейшее величество все гага здравствуй пасы нам в чатике здравствуй эндердяк передавай приветы чир лидер шим своим там привет понтеж до странная игра от фоги 3 решающий короче говоря победитель попадает в полуфинал надо посмотреть кстати кто у нас кто у нас в финале кэш минус 100 говорит underdark нет у нас три минуты задержка что за джонни откуда взялся это топ-1 плейграунда не он видимо сейчас активизировался тоже не он играет хорошо стандартно отлично контролит ну то есть не отлично а ну хорошо контролит хорошо контроль видно что старается дисплей это вкусит кидает молотки все нормально у меня он точно как нет без шанс так что играет он хорошо три минуты задержка ну бас войска вступили в бой тандартно тандартно переживает все в порядке с твоей соточкой надо шла все в порядке через x будет играть в ну впервые в общем не тогда ставка дэбл насколько помимо там до этого были став войска вступили в бой какой криппинг дикий и мурлок еще подоспели потому что он специально это сделал нет скорее всего это вис постарался так кипер прибегает это вызывает мой приступ 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 лохом раньше надо было конечно делать оболишь на 2 н там бедный прист добил молодец ой красиво красиво джонни играет пошел т2 разный опенинги такие получились видимо специфика карты опять же гудвин завтра продолжение 8 часов вечера правда завтра с утра еще будет корея против китая скорее всего также часов 7-8 утра но отборочный на гол будут 8 второй уровень кипером подбирает артефакт добивает мурлоков меня со здоровьем проблемы как видеть серьезные такие ну и пошло-поехало прикапывает фута как бы ты хорошо не контролил попытался только добиться у его не получилось нам слишком много дамага вылетала 4 арчей козла и 1 end страна почему он решил сыграть на этот раз через футов с рифами вроде хорошо заходила в 1 2 ну во второй конечно там не в них опять же была проблема в том что тайминги были профуканы скорее войска вступили в бой скрыла за бист из тоже выбиваем артефакт более скромный но тем не менее тут лучше с козлом просто не встречаться поэтому хочется подрезать хочется крепиться и хочется крепиться на территории противника то есть совсем это очень нагло конечно но молодец очень очень классно то есть не можешь встретиться нормально с козлом потому что прикопка и тебя штрафуют вроде как времени ну время то точно нельзя терять и он собирает соответственно голубого огра и собирает сейчас еще лагерь наемников классно фоги об этом не в курсе после этого можно еще прийти а я ей на моим отменить например лорница как у нас строящуюся чтобы раз уж ты близко к базе можно прийти просто и развести на телепорт человек чтобы он там не крепился прекратил крепится и заодно опять же если были лорницы можно было подменить персональный телепорт прилетает кипер прикапывает троллям алхимик пешком с арчами возвращается за приков к тебе до грамотно прикрыл еще одну арчу умудрился подрезать архмак я не знаю как как это получается у фогича но получается то есть бежит 6 торчей на 1 архмага и одна из них умирает ну вот так вот как то так том что ты бежишь отбиваться осетка ну сейчас надо будет оболишь на реакцию сделать вступили в бой кипер то явно не выдержит не все таки решил не тратить молодец это правильно вот и сейчас у фогича как бы тут пара точек подкреплено не полностью но это неприятно так у фогича доделывается 32 лорниц такие же мг как в прошлый раз будут здесь побыстрее кажется кассу пошел прям вот форсирует он кассу что него буквально один priest great на адептов и все и он тыкает кассу а так отвел архмага таким образом что он все равно получил опыт из вас игры солдаты mountain king косо смотрит на м и которые набираются мудрости сидя на коне а он там машет мол молотом не может никак третий уровень получить не прочитал книгу силы к сожалению пропустил хороший артефакт вам камень маны выполн здесь дирижаблю фоги немножко спалились так книгу увидели зато они обратил внимание он же видел дирижабль ну книгу надо брать естественно ой рифлы ой можно крип джекнуть смотри а там есть телепорт он успеет большого этого солдата угра командира взять хотел в кинуть на не успел и полетел харасить там есть телепорт на самом деле тут же т.п. арчу оставил арча пешком пойдет пресса можно что-то подрезать почему нет вот хороших раз уже от фогич молодец пресс все ими сразу же это это компенсация за прошлую карту где дирижабль ничего не делал просто козлов не спасал ничего тут просто все это наверное зависит от гоблина который за рулем там потому что небо и земля тут тут прям дропнулся всех сразу шук-шук опять дропнулся опять зашел красиво добивает нейтралов большой бутылок маны но аналогичный приблизительно артефактовые поле из мастерских гоблинов но еще пока ровненько все по по лимиту ровно по героям ровно единственное что у фогича сейчас есть преимущество то есть он купил дирижабль он харасить может и как правило инициатива какое-то ну у такого человека находится то есть он у нее разведки больше и его действие провоцирует противника на реакцию ну куда ну куда ну куда нет ну ладно хорошо видимо так надо перри нацеливает оси . пошла ой там уже вертолет улетаем вот это харас опасно пришли таки барак бьют не ну а если прикиньте если пубили все тут не отстроиться потом а я мне кажется что что не долетит дирижабль все срочная эвакуация телепорт ночью вроде нормально всем 58 лимит на 49 да там в лимит в мг дома но а и он выдумал выйти из лимита и решил потом не выходить и джонни хорош джонни идет сразу же на красную молодец переучивается у него три когтя у архимага войска вступили в бой но не хочет фогич отдавать эту красную вторая труба легиона ну давай с двумя трубами побежал переучивается на blizzard да давай паладин первого левела танкуй молодец ошибаются ошибаются игроки немножечко blizzard им заливает красиво успокойся им все порядком уже никого нет не психуй все нормально фогич ставит базу справа посмотрите сам идет пытаться развлекать разводить врагам сделал great на армор кстати mountain mountain giant ой завис паладина 5 ну-ка по его ну ну ребят ну козла пропустите старенького спасибо уже поздно пропустили же тогда когда армия подходит и козел такую руку протягивает думает но лет ману потерял толку уже нет никакого разведка пошла джонни джонни видит нычка и вот это тот самый момент когда он еще может вернуться в игру когда лимиты приблизительно сопоставимы когда герои более-менее норм когда понятна цель но фогич должен только не троллей я уже думал сейчас развернется и и селимитом 70 будет мурлоков или троллей бить не разминается к сожалению зато книгу прочитал телепорт будет за ночь к сражаться о понеслась друзьям позиция очень плохая здесь может быть у джонни ну телепортируйся нет что у там нет тп ты просто в куче бы был ядрить ну ну диспэр я не знаю чем он думает у него больше лимита он делает тп так что противник ну при всем желании перегруппироваться не сможет может он решил просто типа на мейн разменяться не на это может может быть хороший вариант на самом деле ничего у тебя заходишь на базу убиваешь рабочих арчу в хайт ставишь хорошо все не пройти уже да наверное это правильно смотрите не может пройти не может пройти армия заливая двух инвизных арчей девчонки держитесь держитесь закончили еще дрыны у мг с экономикой полный фарш просто у джонни джонни нет добей этого пристану смотри какой красивый там да даст не заливает своих рабочих джонни нет джонни это последний рабочий джонни здесь не прав джонни проблемы с экономикой небольшое количество трупов окружают главное здание всего один работник остался нового не сделать из-за того что денег нет но зато игры нестандартный до на город на поиска вступили в бой кипер в инвизе может персонал очка все-таки купил махаетесьме тебе как нормально выходить без т.п. под вертолетом кажется нас наш план раскусили на возвращается домой понимает что здесь кипер может быть рекахте с близким хороший вариант нам передал уже когти ли там продал передал продал каждый коготь увеличивает каждую в близзарду вы что и артик активировал премию на ваш к спасибо хартик спасибо хартик ну что будет сейчас сражение 70 лимит на 52 70 потому что все это время экспант точнее мэйн эльфа работала тут приходится восстанавливать вот разница 400 2 800 то есть полтора полтора к вынь да положь почти пытается докрепиться на самом деле если контролировать экспант то можно еще перетерпеть то есть реально можно перетерпеть за то что за счет того что ольфа мэйн закончится он там будет перекапываться еще минутку полторы ты как раз до до добываешь ой как плохо то тут позиция плохая и все еще бита ее мое минус вертолет таунты таунты блин бедные кони прикопали коня коня диспель коня диспэлит коня отводит коня лечит до прикапывает снова диспл хороший на а где став это вообще у нас т3 стаффа нет да да беда так паладин без поле такой пробегает на нее диван есть по крайней мере 74 лимита у фоги че против 60 у джонни кейджа inner fire грейды по нулям тут 11 войска вступили в бой фоги мог добить моим мог если дрыны бы взял бы и продолжил кп у него были это был бы почти автовин на и заливка доходит и чувствует рабочих джонни джонни почему этот архмак на заливает джонни пошла мак нет пощади и блин какой он вся армия отступает архмак с близзардом без предметов такой заливает да тут я не знаю что делать здесь на самом деле ждать наверное контролить когда мэйн закончится до высасывать свой свой мэйн потом переходить ставить мечику видимо то есть нужно как-то дожить до 80 лимита то есть вот полномерно достроить этот лимит кое-как то есть построить ферму вот это вот полченцы пошли разбираться с энтами опыт сейчас третий близзард наберем еще на него да сейчас совсем немножко осталось кто же будет работать если воюют люди энты нон-стоп просто бегут контролирует ведь перри нацеливает еще все все как надо на почти их ну извините перри хвалил ой стоп ножом вот вот эту скилл вот если бы одного добил бы то скорее всего был бы третий близ хотя не знаю как сколько там дают заинта завтра а вот он шанс на 3 близзард ребят поехали и готова нет не хватает 21 дают все 5 архмак вот виспы готовится рык уже есть от медведя черепаху большой оставил вынуждена с артефактом может крипджек боится не 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 ну где диспай далеко присты а я ей ей ну как так ну личину йома бьют им q а где клэп где клэп клэп ману тратим ну ё-моё ну инвул прожми клэп ну и слава тебе господи близок пошел хорошо ну что-то нас мало 80 против 62 паладину плохо и ну свитку же пора прожимать видимо клэп отличный вообще 3 близзард зажигает вы посмотрите что творит вы посмотрите что творит джонни 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 блин только не джонни только не топ-1 плейграунда нет ё-моё серьезно погич 62 лимита на 78 какой к черту джонни алхимик 3 ё-моё став где ушел виспов диспелем по таймингу я горю просто от этого исполнения что происходит вот час мэйн закончился у джонни там добыча еще идет две с половиной минуты то о чем я говорил сейчас он может принципе так аккуратненько достроить 80 потом фермы достраивает и все и просто прийти вот на эту базу где занять позицию и не давать фогичу выйти блин как я жалею что задержка в чате потому что так хочется вашей реакции посмотреть у нее еще артефакт у молотен кинга все еще хороший на нет тут гг джонни походу пишет джеки сейчас дойдет сигнал до джеки часов аналитика все дела войска вступили в бой добивает мелочевку если мы не дай бог что доживем до 5 мки иллюзии ох кони будут просто великолепны три дополнительных коня прикиньте войска вступили в бой джеки продолжает 60 лимита против 78 не потащишь сейчас дойдет сигнал подождите нужно чтобы он обработал сейчас придет понимание м ты все по 20 это акция такая да а почему тогда 7 xp дают кто экспо одну забирает лишнюю или там 776 джонни заливает мунвеллы сапплай блок и тут позиция такая хорошая может быть по сражаться по сражаться архмага не подставляй ё-моё джонни пошел с другой стороны и ушки матрешки но все нужно сражаться за это так спим и все 64 лимит на 73 то есть вполне себе иллюзии надо создавать иллюзии коней иллюзии коней не держи в себе не надо пошел рык ну все финал очкам молоток и виспа красиво все один деревьях прогуки завязывается битва там 3 палыч интересно для чего он хранит иллюзии вообще где клэп где клэп где хил клэп пошел хил пошел но где иллюзии ну сделай иллюзии ну пожалуйста ну я прошу тебя клэп на виспов отличный диспал час от фоги че просто уходят пощади ой blizzard шикарный шикарный blizzard кони уходят через атаку пожалуйста айка не толпятся мк убьют но у него есть инвул лечение свиток маутын джайд клэп еще один лечение как же мк тащит как он тащит а еще одно лечение минус медведь минус выигрывает джонни выигрывает ё-моё ё-моё фоги падает в лузера после первого тура против джонни кейджа джонни кейдж джонни кейдж тем временем в полуфинале соответственно кэш против джонни кейджа вы подождите джонни кейдж с кэша выиграет а потом императору покажет как надо джеки продолжает начинает черкане у нас перерыв я пойду умой свернуть перевариваем пока а так так подождите пытаясь понять джонни кейдж джонни кейдж топ-1 плейграунда когда-то но это неожиданный вообще поворот кто из вас знал джонни кейдж до этого турнира то есть я понимаю что кто-то точно знал может быть даже лично но я думаю что людей которые знакомы больше фоге чем джонни кейдж там чатик взрывается просто с задержкой что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кэш говорит, что там милиционеры ездят с сигналками и болеют за него 817ТХ поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, а теперь ты падаешь. С Джонни Кейдж Кстати, Джонни там может выиграть хэппи масс с дракончиками. Да, я не в курсе. Джонни лучше после мистера Виннера смеется. Да, неожиданно. В общем, завтра, собственно, мы посмотрим финал Азии против Кореи. Скорее всего, где-то с утра опять будет. Сегодня они просто сказали, что игры будут в 7 утра. Они по факту начались в 8.30. Что будет завтра, я не знаю. В плане времени имеется в виду. Сегодня вечером в 6 часов начались финалы отборочных на голд европейские. Лучшие игроки Европы и Джонни Кейдж. Ну, в смысле, я думал именно такая последовательность, потому что всех знаешь. Всех знаешь. То есть, 8 игроков. То есть, там, да, Энты, да, там, Фоги, Кэш, там, Хавк, Хэппи. Конечно же, все. Топ-топ. И Джонни Кейдж. Думаю, ну, понятно. Вот. Надо посмотреть еще, что по прогнозам. Подождите, у нас же были еще прогнозы на главной странице. Европейский отборочный. Как там называется? Лучшая дорога в Шанхай. Сильнейший варкрафтеры Европы. Ща-ща-ща. Что писали про Джонни Кейджа? Джонни Кейдж. Свой первый матч Фоги сыграет против российского игрока за рандом под никнеймом Джонни Кейдж. Наверное, Илью Яшенкова можно назвать игроком новой школы, потому что, согласно Ликвипедии, ему всего 20 лет. Отметим, что Джонни Кейдж одержал пару впечатляющих побед в сетке открытой квалификации. 1-0 Соник, участник прошлого ВЛГ, участник финального этапа, и 2-0 КНОВ. Вот. Судя по результатам предквалификации, Кейдж может дать хороший бой практически всем игрокам в этой сетке. Ну вот, на Императора лучше не замахиваться, ибо шею свернет. Так, ну какие прогнозы? Прогнозы-то что-что-что? Кто победит там? Там в конце должно быть. Основные претенденты, друзья, на победу это, вынимательно, Хэппи, Фоги, Хавк, Кэш. Дальше Тарзейн, по мнению Визарда. Вот. А Джонни Кейджи, ни слова, просто, в финалочке, ни слова. Энты. Ну, ё-моё, опять, опять 25. Есть. Эта гора? Нет, барака. Какой же эта гора? Гора крупнее. Всего лес в горы, ты встречаешься, кажется, на другой карте. Но стандартный, ты не можешь с ним встретиться. Если я правильно помню, второй Mortal Kombat. Ну что, я надеюсь, что Фоги соберется и в нижней части сетки начнет мочить. Между прочим, у него 28-ое место в ладере Battle.net, но у Соколика 22-ое. Ничего себе, Соколик наиграл. Я не знал, что он там еще в топ успел ворваться. Зачем за капс? Закапс. Закапс. Чего, ты троллишь, он добился, порадуйся за новое. Да я вообще без негатива. Я просто удивлен. Вроде готово. 20 лет играет воркаут. Представляете? Игра, которая, когда она вышла, ему было 4 года. Блин, столько времени прошло. Реально, да, 17. 17, 3 года даже, 3 года, когда вышел Рог. Любопытно, это классно, потому что новые игроки, Warcraft 3. Как он вообще узнал об этой игре? Может, батя? Батя рассказал. Ладно, друзья, это первый, первый тур нижней части сетки. Ну, первый для, для нас, то, что мы смотрим. Там уже были матчи, естественно. MTV Nt. Андет против, против Фогича. Ну, я, естественно, болеет за Фогича, но... В 2 тора на... На квалификации на голд отыграть, когда-то там топ-2, топ-2 занимал. 120-то есть на квалификациях? Так это европейские квалификации. Я думаю, что он прошел или пройдет. От Китая или от Азии. У горы шесть рук, так-то, говорит Хавк. А, еще четыре. Откуда шесть? Ладно, смотрим, друзья, смотрим. Жалко, конечно, что задержка в чате. Я с удовольствием по этой самой пообщался, вот именно в прямом эфире. Тем более, что... Но мы видели уже сегодня один прецедент, когда там Акалит Хэпича ему в чат писал, где там нычка, ухавка. Но это было уже неактуально в игре, потому что 3 минуты задержка, и уже на этой базе сражение прошло. Игроки гораздо чаще делают разведку, чем раз в 3 минуты. Особенно, что касается экспандов. Вот, но я к тому, что если не будет задержки, учитывая то, что так информация легко передается, стримы повсюду. Из-за таких товарищей можно получить преимущество. Так, ну что, фогидж? А, тут эксп, что ли, сразу? Неплохо. Ну, он видел, как... Ну, что ты делаешь? Виспа бы взял с собой, ну, е-мое. Прикапываю гулю. Энтов, а, прикопки нет. Не попытался добить. Диспал, кривой, просто кривейший. Ну, в центр бы встал и задиспалил землю в том числе, ну. О, зато собрал артефакт. Просто все же диспалится одним виспом, блин. Одним виспом вся земля диспалится. Сейчас можно еще гульку на развороте, как только оторвешься, вот на развороте гульку подрезать. Медленно реагирует, к сожалению. Да, энта хорош, энта очень хорош. Он как раз все четенько и подблочил там. А все равно, как бы, прикопкой, ну, койл, правда, но... Тут, возможно, придется два кайла потратить, чтобы гульку спасти. Добил! Добил. Сам добил. Да, спешлокей, император вылетел, к сожалению. Войска вступили в бой. Так. Ну, планы энты, по крайней мере, Фогич изменил, так скажем, да? Предотвратил появление экспанда. Он, конечно, допускает, что тут может появиться в любой момент, поэтому висп находится рядышком и постоянно контролит это дело. Потому что, если андейдовская база все-таки каким-то макаром достроится, Фогич, забей. И как будто тут много чего происходит, да, казалось бы. Тут висп тупит, там стандартный криппинг, и тебе скелет на мэйне убивает виспа просто. Это... Очень странно. То есть это просто сигнал о невнимательности. Это сигнал о том, что он не успевает, что-то там у него не клеится, не в свою игру играет. Ну, криппинг продолжается, ставится эксп. Энты сразу на мастерскую, неплохо. Троллей буду шатать, конечно, в первую очередь. Съесть бы их. Вот роля под Бладластом и Синнерфаером. Такой ДПС дикий. Больше, чем у Огра, вот этого большого солдата. А убивается он раза в 3,5 быстрее, чем... Хотя он сейчас тоже раздает Огра с Ластом. Такой дикий. Можно попытаться поймать его на криппинге, тем более, что по пути совсем. Какие же тут битые гули, какие тут битые скелеты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Там, правда, Book of Dead. И понеслась. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Прикопка, оситка. Ай, Book of Dead. Одну гульку потерял, вторую потерял. Вынужден делать Book of Dead. Но это правильное применение книги, потому что... Ну, только здесь она реально может помочь. Она заставила Арчи спрятаться. Спрятаться, потом еще одна Арча пала после просветки. Хотя очень странно, что Арчи решили прятаться. Вообще очень странно, что ДК, в принципе, не сделал просветку сразу же, чтобы Арчи тут же получили просто от всех скелетов. В процессе вот этого вот Хайда. Войска вступили в бой. Для чего нужна темная земля? Спрашивает ZergTV Disciple. Темная земля нужна для того, чтобы строить на ней здания андейдовские. На ней также повышается скорость регенерации. Скорость перемещения у некоторых юнитов. Ну, в общем, это основа. Как у Zerg, короче, слизь. Как у Zerg. Раз у тебя приписка ZergTV, значит, ты что-то знаешь о Zerg, правильно? Или, по крайней мере, как к зелками контр-реклеру. Блин, ладно, Михаил. Ладно, не будем, не будем. Все, 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 все по-доброму. Очень хорошо по таймингу пришел сейчас Фогич на экспанд. Отменил все как надо. Ну, он как раз сейчас контролит ситуацию. То есть, вот, в отличие от Гипоса и, соответственно, Фейрики. Отлично. Единственное, что по XP как-то не очень выразительно, потому что у него первый алхимик. А, будет скелет хитрец какой. Заставляет Фогича крепиться, а сам бежит в эту сторону для того, чтобы подрезать там юнит. Фоги очень странно. Надо было, конечно, голубого огра сначала, чтобы не успели добежать и кинуть там новый ликойл. Но он распределил дамаг, блин, по всем ограм несчастным. Худшее, что можно вообще сделать, это вот так вот пораспределять дамаг просто. Чтобы... А на хрен слоевка вступили в бой. Фогич завтыкал немножко с виспами, сейчас в паузу проверил. Проверил да заказал. Контролит Фогич правильно еще базу продолжает. Ну и Ферик сейчас будем добавлять потихонечку. Последний гиппос. Даже, наверное, лишний гиппос делается. Не знаю, зачем он его делает. Последний Арча, он же не будет Арчу достраивать, правильно? Не, он достраивает Арчу. Ну, вообще, ДПС у двух дракончиков по сравнению с гиппогрифом сопоставим. Что это? Зачем это? Что ты сделал? Зачем он снял Арчи? Мискликает, короче, Фогич. По-другому не объяснит. То есть в этом смысла вообще никакого нет. Кто с кем играет? Фогич, энтер. Нижняя часть сетки. Вот, ну и Фериков есть очевидные плюсы. Во-первых, они иммунные к магии. Во-вторых, у них есть фейс. То есть как бы им на стэк, на новую плевать. На койлы плевать. Дамаг распределяется хорошо по ним. Их сетки сложнее контрить, потому что они двухлимитный юнит, в отличие от четырехлимитного гиппоса. То есть банально нужно много сеток. На красную было бежать сейчас. Сразу после. Причем на эту красную. Какой смысл этот лагерь наемников забирать? Вообще пассивный. Не очень нагло действует. То есть у тебя есть Хиллен Варды, у тебя есть два героя, полдюжины гиппосов. Что делать? Все что угодно, ответ. Ты можешь закрепить любую точку, достаточно быстро. Не хватает еще Хантерс Хоу, но настраивается. Ну он пошел, видимо, навязывать сражение на экспанде врага. Тут третий лич. Ой, сейчас снова влететь может. Осидочка. Пытается... Ой, вылетает первый дестройер. Халита подрезаем. На самом деле тут нормальный лимит у Энте. Да, нормальный в скобочках 40. Что? Нет, тут никак Энте не может дать бой в лобешник. Разве что там поразводить на двух, на трех новых. За счет. Но там Хиллен Варды и свиток еще есть. Да не отдавай ты гиппоса, не надо. Он же только этого и хочет. Нет, тут ничего не сделать. Ну уже работает машина, понимаете. Тут уже два косаря выкачаны с экспанда. С экспант звучит, конечно. Ну и нова, но минус гуля, минус финт. Минус, соответственно, экспант. Его там нет. Олег же снял видео о том, что чардж имба, зерктовый контроллер, у чарджи, что не так. Не, я вообще не в мете Старкрафта. Чарджи там механику переделывали. Конечно, конечно. Может быть, может быть и правильно. Просто он напередел время. Тогда, правда, чардж был старым. Можно сразу нычку ставить, кстати. Надеюсь, вот. Учитывая текущую ситуацию. То есть это нагло, но вообще пофиг. Можно отступить, можно отступить. И попробовать красную точку закрепить. То есть тебе на самом деле лезть никуда не надо. По-хорошему. Просто никуда не надо лезть. Время работает на тебя. Ну, Феррик, ну ё-май, ну не отдавай ты ему по юниту. Пожалуйста. Хороший Койл успевает. Феррико забрал. Но тут такое количество дамага, что просто Койл не откатывается. Не успевает он откатиться. Финды умирают все равно после прикопки. Тут Грейт один на атаку второй. Или вообще нет еще Грейтов? Нет Грейтов. Зачем ты сделал Хантерс Холл, если ты не сделаешь Грейтов? Это серьезно? Что это за Грейт? Фуги что-то. А, ну он на этих, на Ферриков. Фух. Блин, я уж испугался. Да. Фу, это я затупил. Потому что на Ферриков действуют Грейты милишные, а на Гиппусов другие. Ну тогда, блин, зачем делать Гиппогриф тогда? Того дополнительного корча. Сразу Ферриков. Лишний юнит. Идти на красную точку. Крепить красную точку. Не тормози, пожалуйста. Зачем тебе здесь стоять? В чем смысл? Ну. Прикопчик, скорее всего. Но он не видит по рейнджу. Сетка опять же с ней уйти. Фокусит Ферриком. Прикапывает Финда. Хороший диспл от Дестройера. Вообще прекрасный. Койл отличный. Не дает, в общем, Энта отступить. Форма Феррика. Успевает Фоги доконтраливать. Успевает. Хорошо. 74 лимита. На 48. Фокусит Алхимиком. Хилвард неплохой, но отдиспелится. Дестройер не диспелит хилвард. Он диспелит тентов. Он не видел хилингвард, видимо. Какие же там битые финды. Минус один финт. Минус второй финт. Минус тролль. Минус гиппогриф рейдер. Но все равно преимущество колоссальное. На стороне Фогича. Ну, мне кажется, зря тут сражается на мэне. Потому что мана заканчивается, во-первых. Хотя лимита очень мало. Лимита мало. Козла фокусят. Дестройера. Да, оказалось, телепортируется. Ну, в этом просто... Он сражался исключительно из-за того, что они штрафовали юнитов. Он не хотел их отдавать так просто. Но, в принципе, время работает на него. Нычка работает. Все нормально. Лечится. Да, лучше, наверное, так потратить хилвард. Потому что... Так можно спокойно большое количество хп восстановить. Ферики пошел апгрейд на армор. Медленно еще. Медленно. Он мог, например, побежать сразу на красную точку, купив телепорт. И там поставить хиленварк. И там крепится спокойно. Теряет в фоге время. Постоянно причем теряет время. Пайпа выпадает. А там есть телепорт? Там телепорта нет. О-о-о-о! Это развал, кажется. Полный хаос. Еле уходит лич. Уже минус один фин. Сейчас лича пробует передэмэджить. Ему инвул передает на последних. Так, озел! Да кто-то, сука! Я же... Даже я, блин, видел, что коротень в него полетит. Ты че? У нее телепорт есть. У нее телепорт есть. Ну, было же понятно. Ядрить. Ну, как так-то ты? Спокойнее, неожиданно. Моиска вступили в бой. это аркадом так не работает игра персонал очка возвращается киперном на мы не должно убивать просто таким лимитом 28 на 76 небольшое преимущество есть у фоге чё алхимик 4 на развороте декум почему не прикопать взял деку на телепорт развел и все хорош став вот это хорошо так телепорт отлично плечо постоит просто подкрытку а он хотел просто деку поймать не знал куда он телепортируется оситка минус лич скорее всего убили лично маны нет это гг это 10 пользу фоге без гг выходит нт без гг короче что-то фоге сегодня героев отдает налево направо то есть у него кипер умирает бодренько так очень весело и часто причем ситуация когда понятно что козлу светит уже и есть время на раздумья на самом деле чё там дойдет сигнал до пацанов они тоже заценит этот момент то есть фокусе отличаем соответственно его лечит на последних и так потом леча продолжает фокусить ему передают т.п. соответственно нет ну кайло не успевает но инвул заюзан то есть что сейчас кайлом он подходит к д его не как бы ну нет смысла особо влеча кидать по штамм 7 секунд и нул и козел битый стоит такой улыбается что произойдет вопрос на таком что же делать nt2 куда ли куда полетит койл при том что там юнита вокруг никаких нет почему третий офф не ставит да у него вроде ресурсы были на руках да там зачем достраивал арчу с гиппогрифом если можно двух эриков сделать и нормально грейд на них бы действовали и спалом юн на них был бы зачем на магазине не про вкусила голубого игра мог спокойно не отдать этот опыт потому что было понятно что он дает специально будет для того чтобы сюда подойти ты должен быстро убить убийца наиболее ценного они распределяют дамаг по всем почему и когда есть тебя возможность и не идешь крепить красные точки красные точки не были закреплены только в конце дед левую красного закрепил сам при том что у тебя там уже овер дофига лимита даже когда у тебя выпали хелен варды на мастерской и 6 гиппосов это все это это халявный криппинг всего что есть на карте то есть ты приходишь просто и крепишься ничего не теряешь знаю ну и отдачи героев тоже такая странная че причем нтп исполнению далеко вообще не хэппи рядом не стоял да он кидает койл да он там хорошо старается там фокусить отступать не отстает въедается в общем тоже панды доски в своего оппонента на по исполнению это не сопоставимо ладно посмотрим болеем за погиб в любом случае 10 такое чувство что дракончики имба против анды да по крайней мере горит гонза но это неплохой юнит я согласен грэнсон да нет у нас был сегодня перерыв на пару часов я поспал днем потому что все таки после вчерашнего тренд стрима который закончился в начале первого вставать пол седьмого что такое что 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 криппинг очень бодренько идет слайдный шелдом а калит помогал как мог добьет лайки щелдом или не добьет мне не добил красиво войска вступили в бой блин а калита был лапкой добить чтобы от греха подальше не он не убил но но зачем так делать вообще ты подходишь козлом даешь лапками мета калита доводит там реально было очень близко но калита в принципе урон-то неплохой плюс еще бонус идет по панармар но в смысле панармарта по средней брони причем было очевидно то есть в ренде стоит биты и пожалуйста почти 3 кипер с неплохими артефактами на самом деле носки не в тему но и dk тоже как дурак с этим носком красным бегает кому отдать никто не берет интересно что когда у нас будет эксп из по какому таймингу и побежал козел не знаю правда куда такое впечатление что он ищет бой или все-таки будет крепится но он не найдет ближайший второй носок красный туфли ловкость агилы много толку нет и ищет 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 деку нашел наконец-то деку 2 попытка развести деку на телепорт серьезно видимо получится маны много харчика толпятся такие бедолаги что виском подборщит арчи подборщит на арча пошла площадь будет и нас ли порт блин эльфы дисбаланс какой-то да просто встречаешь герои убиваешь его вот это урон я понимаю и я думаю надо оставить такого козла хороший там джонни димку катает вторую карту подряд блин мы пропускаем джонни феррик подсетки если форма переходит его отпускает мне у него просто 12 армор добавляется это приблизительно а или 20 армора 20 армора там полтинник physical resistance просто все дополнительно базу ставит ровненько сразу примут пришел закрепил и поставил привет нон-стоп друзья всем добрый вечер у нас много сегодня варкафта завтра будет не то чтобы больше но интереснее потому что завтра как раз финалы и корея против китая и финала европейской квалификации на gold виспа не хватает чую 6 скелета просто бегает и вот он висп вот он висп ух сразу всю эту нечисть блин ну ёб бывает войска вступили в бой лишь спокойно ну скелет разбирает все в порядке x по как-никак он же двух финдов подрезал двух финдов ай-яй-яй-яй как неудачно получилось просветки нет у деки можно деку просто откружить смысле убить прикопать на что не тп ну блин ну ты можешь реагировать на побыстрее хотя бы немножечко погич ну арчами постреляет во время телепорта ну фокус пап ну фокус ну ядрить ну тут можно было две гули убить просто нахрена стоять в инвизе арчами они могли 3-4 залпа сделать побитым гулям под оситкой все равно там их никто и не есть не собирался потому что там рядом алхимик и кипер и крипы еще тотально просто не до контролирует здесь виспов нет на на экспанде прикапывает шахту блин как же как же как 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 вообще тут играть так как так сейчас бы разведку гипсами не делать на маленькой карте ну чё летишь там ну отправил там чуть-чуть хотя бы там вручную посмотреть на соседние точки пошла с седочками финта пытается отстрелить первым там уже второй койл дпс очень хороший съел лечом еще минус финг а сейчас гулей можно вкусить кстати хорошо просто прекрасно а лишь без того и кибер без т.п. остав мы не берем до магазин потому что тайминга у нас трендец то минус козел скорее всего если магазин не бежит не движет войска вступили в бой да не магас не по таймингу вообще джонни сливает 0 1 понял а потом джонни сфоги опять в лазерах встречается привет ничк на привет войска вступили в бой закупается магазин став наверное возьмет как-то не это самое ошибается ошибается это мне расстраивает просто что фогич ошибается потому что мы с вами по сути смотрим тот уровень который но мы же надеемся на то что если он пройдет то поедет и соответственно ему предстоит с лучшими из лучших сражаться в результате вот хэппи псих я с удовольствием бы посмотрел как он там бы с такой игрой с таким сумасшедшим контролем добрый черпу порченная земля раздает бонус скорости передвижению нежити кажется колитом дает то есть в патче добавили поэтому пошел вард три финда но гипосов значительно больше не успевает сделать койл нт ошибается грубо хотя пока размен на самом деле 1 гипоса на одного финда и тележка хотя не 2 2 уже финдов и разменивать хорошо очень фогич прям очень хорошо разменивается там три финда тележка хотя у час уже неприятно надо еще одного финда подрезать экспант работает все ок 45 лимитом 29 здесь кстати уже лучше наверное сражаться фогичи пока есть возможность пока новые финды не вышли то есть пока есть возможность отступить хотят дк без телепорта ой дк окружен окружен дк окружен ошибка у я даже не заметил что он такое количество это что не выйти гг все гг слава тебе господи корчу фоге 2 0 нт и у почему там сетка не отредактирована правильно все все не так интересно какая следующая будет успеем ли мы к джонни прийти джонни слился на 202 привет гости слав кодек эльф 2 0 нд пишет так и в результате у нас получается что кэш будет играть с хэппи удалось все-таки кэшу удаляет джонни кейджи а в них внизу у нас старзейн хавка фоги что а на сегодня все игры закончены завтра будет продолжим завтра продолжим ладно друзья 10 часов вечера пора заканчивать спасибо вам за то что давайте для начала во первых надо узнать во сколько завтра у нас игры я сделаю стоп-старт придется правда пофлудить еще три минуты чтобы не обрезались а нет не придется пошел вард три финда но гипосов значительно больше не успевает сделать койл это ошибается грубо хотя пока размен на самом деле 1 гипоса на 1 финда и тележка хотя не 22 уже финдов и разменивать хорошо очень фогич прям очень хорошо разменивается там три финда тележка хотя вот сейчас уже неприятно надо еще одного финда подрезать экспант работает все ок 45 лимитом 29 но здесь кстати уже лучше наверное сражаться фогича пока есть возможность пока новые финды не вышли то есть пока есть возможность отступить хотя дк без телепорта ой дк окружен окружен дк окружен ошибка у я даже не заметил что там такое количество вентах что не выйти гг все гг славьте господи корчу фоге 20 ленты о почему там не отредактировано правильно все все не так интересно какая следующая будет успеем ли мы к джонни прийти джонни слился на 202 привет гости слав кодек эльф 2.0 мд пишет так и в результате у нас получается что кэш будет играть с хэппи удалось все таки кэшу одолеть джонни кейджа а в них внизу у нас старзейн хавк и фоги что а на сегодня все игры закончены завтра будет продолжим завтра продолжим ладно друзья 10 часов вечера